Веган Христолюб Для большой, крупной, всеобъемлющей, глубокой, назидательной и все раскрывающей, закрывающей вопрос той темы, которую я поднимаю в видео, проповеди, да, поэтому я убираю воздуха в грудь и начинаю много-много говорить. И вам рекомендую делать то же самое, ну и плюс ко всему, заварить себе чайку, устраиваться поудобнее и слушать мое видео. Ну или заниматься бытовыми вещами, бытовыми делами, кто готовит, кто стирает, кто убирает, кто на огороде, кто на работе и можно тоже слушать. Я, конечно же, стараюсь все свои видео какими-то картинками, иллюстрациями сопровождать, текстами, да, чтобы вы никуда не искали, не бегали, да, где там что, чтобы все было на экране. Сегодня полдня готовлюсь к этому видео, хотя видео и так будет не короткое, и у меня два часа дня сегодня, 9 июня 2022 года, ну думаю, через пару часов закончим такое вот мое обучающее, как всегда, видео. Вопрос сегодня очень важный, который уже я неоднократно говорил, вы все знаете фразу Иисуса, нет больше той любви, или нет больше высоты любви, как если кто положит, ну или отдаст душу, то есть жизнь. Еврейское слово, которое на русский переводится как душа, с еврейского переводится как жизнь, душа и жизнь, в принципе, в еврейском языке, по сути, ну, синонимичные слова, то есть положит душу, или по-другому по-русски сказать, отдаст жизнь свою за друзей своих, ну или в греческом транслите, там идет за любящих его, за любящих себя, да. Сегодня мы эту тему разберем, окончательно закроем, конечно же, я об этом, кто знает, постоянно говорил, естественно, на канале Христолюба, проповедь его пьющего в пустыне, Христолюб, чтение библийных писаний, отдельный канал, вся библия целиком записана, вы, в принципе, там можете любое место из писания найти, конечно же, там я не разбирал каждый стих вот конкретно, когда ты читаешь писание, вот мы сегодня с вами, заметьте, один стих будем разбирать в рамках, ну, я говорю, двухчасового видео, наверное, точно, и вот поставил себе стаканчик воды, обычный обрезгую, но обрезговать не стоит, кто слышит, где-то, где-то на полтора часа у меня уже начинает обычно садиться голос, но я не сдаюсь, и кто знает, у меня есть проповеди и по два часа, и по два с половиной, и даже, по-моему, около трех часов, вот, водичку надо пить, она немножко, связки, все-таки, дает им еще немножко жизни, да, они сохнут, может быть, буду прямо при вас попивать иногда, не ставя на паузу, И сегодня мы с вами, я отдельно выделил этот стих, и отдельно скажу слово на это место, очень важное место, конечно же, это видео пойдет, я буду дубляжом сегодня, сейчас в начале скажу, и в конце скажу порой параллельные вещи, повторения, ну, мать учения, да, Все эти ролики связаны с патриотизмом, с инквизицией, да, вот, так называемой защитой одних через убийство или там эксплуатацию, да, лишение здоровья, жизни, чего угодно других людей, да, Тех, кто там строит рай на костях, рай внукам на костях предков, да, все эти, я даже, и более того, существует тоже уродливое учение, мы сегодня всего коснемся, все, что только можно Существует уродливое учение, одно дело любовь к врагам своим, а другое дело к врагам там вот не своим, да, там, отечество, церкви, народы, государства, это разные вещи Если якобы я себя могу там отдать свою жизнь, то когда касается врагов, там, отечества, народа, государства, моей церкви, я что делаю? Я забираю чужую жизнь И как вы уже видите из названия ролики, ну, на значке, как всегда, короткий вариант, само пожертвование, да, видите, я разделил его на два экрана, типа, отдать свою жизнь или забрать чужую А название к ролику так и звучит, высота любви, ну, из той же фразы, интерпретировал я фразу Иисуса, что высота любви, это отдать жизнь Я здесь не стал полагать душу даже писать, хотя для поисковика, может быть, лучше бы так было, написать, что кто-то находил это видео Но я решил все-таки по-русски написать, понятно, высота любви, это отдашь жизнь свою за друзей или забрать чужую Картинка, сами видите, иллюстрация к видео, самое что ни на есть говорящая Что такое положить душу свою за други, своя, как там церковно-славянский перевод, за друзей своих, за любящих меня, да, там, если по-гречески, то именно так это звучит Да, что значит положить жизнь свою за любящих меня, что это значит, отдать эту жизнь или забрать чужую Вот сегодня мы и будем разбираться, и одно из уродливых, конечно, учений мы тоже разберем, я говорю, еще вторым блоком таким вот именно, что вот, как я вам сказал В рамках того, что я именно только с этой цели, по идее, любовь к врагам должен был быть один плейлист Но именно поэтому я их разделил на два На самом деле там все время перекликающиеся вещи в тех роликах, когда я говорю о любви к врагам своим, якобы, все, я, естественно, говорю об общей теме, что не бывает никаких моих врагов или врагов Сейчас мы прочитаем еще комментарий, который, в принципе, явился основанием этого ролика Или врагов, я говорю, что-то крупного там, мироздания, да, против инопланетян Мои нации против других наций, интересов, да, моего государства против других государств Врагов моей церкви, врагов там отечеств, как я уже, мы уже говорили, да, там народы, разные группы, короче, да, и вплоть до врагов Ведь кто такие злодеи там, которые там убивают моих детей, насилуют мою жену, это очень часто вопрос, да, как поступать, да То есть это враг моей жены, враг моих детей, враг моих родителей Что мне делать? Что значит положить душу? Единственное, хорошо, чем, что вот это выражение так перевели в Евангелии Тем, что можно его вот именно разложить, да, положить душу, как я вам сказал Это отдать свою жизнь или забрать чужую? Мы сегодня с этим разберемся, на самом деле никаких чужих врагов и моих личных не существует Иисус призывал любить всех, потому что все мы друг к другу, кто? Одно единое целое, мы все от Бога и все Божьи, да, это очень важно понимать Ну и в принципе, поводом к записи этого ролика я хотел, конечно, без повода писать Хотя повод и был, я просто не стал сначала комментарий себе скриншотить Но все-таки прямо перед началом записи вспомнил и решил это сделать В принципе, некий Морис Кузьминц, может быть правильно, неправильно произнес Предыдущему буквально крайнему ролику вот от этого видео, который я сегодня записываю Я выпустил ролик «Солдат в армии», «Войны мамоны», «Войны богатства», «Солдаты в армии» Кто это такие? Альтруисты-патриоты или наемные убийцы? Ну там прямой дал ответ, что это наемные убийцы, естественно Ну и все, кто открытыми очами зрит на мир, может и сам все это распознавать Все эти ролики, конечно же, есть вот в этих плейлистах в моих, в каком-нибудь одном вы точно все подобные видео к этим тем найдете Я, в принципе, кратко Морису Кузьминцу так ответил, что в роликах этого плейлиста все ответы И я, в принципе, конечно же, разбирал, давайте комментарии сейчас прочтем и тогда я продолжу Я не уверен на все сто процентов, но разве сам Иисус не говорил? Разве может быть больше любви? Ну он цитирует вот это место, которое мы с вами сегодня уже не раз я озвучил Чем умереть за близких и любимых своих? Я весь сейчас комментарий прочту Вот одного из преступников на кресте Иисус взял к себе в рай после того, как один преступник покаялся Хотелось бы разобраться в этом вопросе поподробнее Если действительно надо защищать свою семью от явной смерти и кровопролития, например, совершенно бесплатно Ну здесь не зря Морис уточняет, потому что там речь шла Я вопросы более узко всегда стараюсь разобрать, какие-то более широкие разложить Уже на тему войны, конечно, кто знает, патриотизма этого национализма Я уж много записал, все они тоже в рамках этого плейлиста «Любовь к врагам» Все там собраны Поэтому здесь уточняют, что защищать свою семью совершенно бесплатно Исключительно только полюбив своей семье Как тут быть? Я сегодня дам ответы на все эти вопросы в рамках вот этого стиха и слов Иисуса Которые ссылаются, извращая их и более того, оправдывая свои злодеяния Более того Сейчас я буду раскрывать эту тему Не просто, вернее, давайте сейчас отвлекемся Я Мариса не пойму И я, возможно, на эту тему у меня тоже есть полно роликов Когда Марис рассказывает после сразу этой цитаты Иисуса Он говорит, что вот одного из преступников на кресте Иисус взял к себе в рай Когда он покаялся Слушайте, я единственное, Мариса не пойму Одно дело, все хорошо Но вот это вот про преступника и рай Про покаявшегося разбойника, как это называют эпизод в Евангелии Я не пойму, какое отношение здесь в одном комментарии все это связкое Он был разбойником, и он покаялся Какая-то связь для того, что ты оказываешься величайший святой Что ты убиваешь кого-то, каких-то врагов Защищая своих жен, детей, как все пишут Или страну свою, нацию, или церковь Я просто связи не пойму Поэтому вопрос с разбойниками мы сегодня разбирать не будем Он вообще здесь никакой Я, честно, Марису отвечаю И всем, кто слушает это видео Кому я зачитал этот комментарий Я связи вообще не пойму Какая связь между этим местом, где Иисус говорит эту фразу Мы сегодня узнаем, откуда это, что это, какая Мы сегодня весь с вами контекст разберем Абсолютно весь Мы прочитаем с вами Я вас не успел предупредить, почему ролик такой длинный получится Мы дословно прочитаем пять глав Евангелия от Анна Ради одного стиха Вот Здесь я не понимаю, о чем это А к чему это вообще? Вот это здесь сказано Кто хочет с этим вопросом разобраться Почему разбойник, покаявшийся на кресте, оказался вдруг со Христом в раю То первое Отсылаю всегда на канал Христолюбчтения Библийных Писаний Там находите Евангелие от Анна Там находите это место А желательно Чтобы не вырываясь контекста Просто тогда Если вы хотите это место понять Это место из Евангелия от Луки Тогда вы даже не Анна Это мы сегодня не Анна будем Я сейчас оговорился читать Где Иисус сказал фразу Кто нет больше той любви Кто положит душу свою За друзей своих То это Евангелие от Луки Именно оттуда мы узнаем Ни в одном другом Евангелии об этом не сказано Только в Евангелии от Луки есть такая Изумительная, очень радостная Что там хоть кто-то нам сообщил Через века до нас дошло Об этом событии, когда все это происходило И как происходило И что разбойник покаялся Иисус ему сказал такую фразу Что это такое И как это связано Со спасением по вере Со святостью У меня конкретно такого ролика нет Возможно Воспользовавшись комментарием Мариса Я просто возьму Еще раз запишу отдельный ролик Назову вот так вот Хотя эти Об этих вещах я говорю Либо говорю просто При последовательном чтении Куда у вас только что Дал отсылку на свой канал Где последовательно читаю писание Ну либо на этом канале На котором вы смотрите данное видео В плейлисте Христианство Суть там Как-то он называется Сущность христианства Жизнь и учение Иисуса Христа Там все это есть Особенно роль Которая касается Спасения по вере Вот что-то такое Разбойник не в царстве небесном Любви Иисуса Христа Касался Рай Это символ покаяния Это то Где был создан Человек абсолютно чистым Он еще не делал зла Еще не сделал ничего доброго Вот он здесь Поэтому Иисус ему Просто другими Иносказательными Словами сказал Да Ты покаялся Хорошо Он не засвидетел Что он покаялся По-настоящему Этот человек Сам себя возвел В рай Когда покаялся В следующей жизни Он будет творить плоды Достойный покаяния Когда перевоплотиться И лишь Достигнуть совершенства Любви Совершенства святости Богоподобия Только тогда Человек входит В небесное царство Любви Иисуса Христа Став таким Как он Как Бог А Бог есть Иисус Христос Есть любовь Вот это очень важно Поэтому Здесь я Чисто Марису Ответил В этом Именно поэтому У меня такие большие ролики В каждом ролике Я стараюсь Рассказать полноту истины И Помимо казалось бы Заявленной темы Человек открывает Для себя Много разных вещей Или вот знает Куда обратиться На те вопросы Которые его Мучили и жаждали И как Иисус говорил Блаженный Алчущий Жаждущий Правды истины И они насытятся А когда насытившись Они практической жизнью Очистят свое сердце Свою внутреннюю сущность Природу Такие люди Узрят Богом Потому что Бог есть любовь Вот Ну а мы с вами Разбираем конкретно Сегодня еще раз Этот стих И в рамках Что его притягивают И именно что Нет больше той любви Как если кто Положит душу свою За друзей своих Великолепно Когда-то я всем Эту картину Не раз кто ее видел Я ее показываю Кто-то ее когда-то Изобразил Здесь все войны Всех времен и народов Посреди них Иисус В таком прекрасном Бело-золотистом Одеяние Такое древо жизни Золотое У него на груди Сам он очень светлый Красивый Такой Да И у него нет автомата У него нет пистолета У него нет ножичка У него нет боксерских перчаток Или кастет У него нет бейсбольной биты У него нет никакого орудия убийства И сам его вид говорит о том Что он не собирается никого Убивать ради друзей своих Это очень важно Великолепная картина Я говорю даже чтобы не обращаться И все дословно видели Цитату из Писания Да Это Иоанна Евангелие от Иоанна 15 глава 13 стих Но это лишь вырванный Лишь вырванный один стих Который поделили люди И все вырывают Из даже неизвестно какой главы Я имею в виду неизвестно Не по цифре А по пониманию Что это за глава Я любую главу Евангелия Знаю практически дословно Что она Какой это эпизод жизни Где она находится У меня все это в голове Вот как пазл сложенный Я вижу Я не могу вам объяснить Как я вот вижу Где это откуда Почему я говорю Где лука Где еще Где там это Евангелие Я вижу все это картинками Вот Я прекрасно знаю Откуда это Какой весь контекст И сегодня Я весь этот контекст Вам постараюсь подать Надеюсь Кто захочет Я вот почему Знаете длинные ролики Некоторые мне говорили Вот надо покороче Вы знаете Кто захочет услышать правду Тот ради нее Как Иисус говорил Все оставит А я не прошу вас Все оставить Я прошу вас Если И то призываю Молю Вот именно Познать истину Которую вас же Сделает счастливыми И свободными И здесь На этой земле Внутренне По плоти Никто здесь полноту Счастья никогда не обретет Это мир страданий Внутри Вы обретете ее И с ней же потом Войдете В то небесное царство Любви Иисуса Христа Которые Создали Созиждали Как есть такое слово Да Создали внутри себя Ибо где сердце ваше Там будет И плоть ваше Начинаем с контекста Очень большого контекста Прежде чем Вырывать слова Иисуса Христа Из 15 главы Вырывать этот 13 стих Из 15 главы Евангелия Тана Надо понять И вспомнить Что эта книга Написана в рамках В принципе Описаны события В рамках событий Все истории А это Библия Ну одна из исторических книг Давайте вспомним Моисея И всех царей Давидов Соломонов И всех пророков Сильно они Праведность отличились Я вам картинку Почему такую поставил Это конечно же На этом канале На котором вы смотрите Данное видео Много у меня Видео на тему Ветхое Новое Старое Учение Христа И закон Моисеев И всего Ветхого Завета Я вам просто показываю У меня еще на канале Христа Людвигом Когда он был Назывался беседой Я первый Я начинал с бесед С разными людьми Это кстати беседа Закон и любовь Я так наложил Моисея С своими заповедями На Христа И ветхое на новое Закон Моисея И заповеди Иисуса Христа Это была беседа Часовая Кому интересно Кстати тоже Посмотрите И на все ролики На любую вещь Которую я даю Ссылки На какие-то Это видео Пересмотрел И дал вам Точную ссылку Не безлюбопытно Вам все это будет Посмотреть Так вот Моисей И все Иже с ним Похожи они на Иисуса Христа Нет Мы с вами Закончим еще Мухаммедом Мы с вами Исторически пойдем Контекст Плюс последовательность Соблюсти До Иисуса Христа Было что-то подобное Подобный Иисус Христа Нет Иисус Христу Нет Моисей Устраивал геноцид Всех окружающих народов И что делал И устраивал эти Репрессии Внутри собственного народа Всегда под видом благочестия Еще раз Я темпом прервался И не закончил Не забудьте о том Что все Вот эти вот поступки И вообще вот эта фраза Нет больше любви Заметьте Когда эту фразу Подтягивают И оправдывают Убийство людей На войне Защищая якобы родину Хотя она где-то там В километрах Даже не к твоему дому Подошли Врагов церкви Ты там убиваешь Сжигаешь на кострах Врагов народа Ты на Колыму Сжигаешь Ссылаешь В тюрьмы сажаешь Или делаешь их Жизнь невыносимой Просто в обществе Да Вот это абсолютно Не важно Вот Заметьте Это не просто Как Иисус правильно Сказал Это не просто Чему-то вы плохому Немножку учите Нет Иисус иудеям Кстати Очень Очень Великолепно Подметил Ужасные вещи Он говорит Вы заповеди Божьи Не просто Там изменили Что-то Исказили Там чуть-чуть Подправили Нет Он говорит Вы заповеди Божьи Заменили Преданиями Вашими И бреднями Вашими Заменили Заменить Заменили Откуда Они Заменили Заменили Это очень важно Понимать И поэтому Когда Еще цитирую Иисуса Вот это все Оправдывают Убийства На войне Убийства Еретиков Сжигая Их На кострах И что там С ними Только не делали Гнобя Уничтожая Врагов Народа Государства И так далее В ГУЛАГе Их Годами Медленной смерти Уничтожая В тюрьмах Или еще Где-то Во имя Блага Якобы Основной Массы Серой Массы Это все Это замена Заповеди Божьи Бредними Адскими Сатанинскими Дьявольскими Человеческими Заповедями То есть Мало того Что у человека Никак не шевелится И картина мира Представляет Что он там Ну хотя бы добра Не делает Да Или какое-то Вынужденное зло Нет Получается Что так Что вот это Все Это же джихад Мы сегодня Еще этого будем касаться Есть такое понятие Священная война Ну джихад Опять просто По мусульманскому Не переведенная На русский Это священная война Да Задумайтесь Что придумали Из черного Как Иисус Как и в ветхом Знаете Постоянно говорится Пророки Такие фразы употребляли Ну бог якобы Через пророков И действительно Там В этих местах Говорил именно Бог устами пророков Да Что Вы Горькое Называете сладким Сладкое Вы назвали горьким Белое Черным Черным Белое Черное Белое И так далее Да То есть Иисус Сказал уже Прямо Без этих Образов Ну там Пророк Естественно Есть и Прямые слова Тоже И вот Образы Да Иисус Говорит Вы Заповеди Божьи Заменили Преданиями Человеков Ну предания То есть Бреднями Еще от отцов Кто-то придумал Вы несете Из поколения В поколение Ну и сами Надумываете Он все время Ему говорил Еще прилагаете Налагаете И так далее Это очень важно Понять Насколько Уродлив Вот этот Вот тот Сам Патриотизм Убийство На войне Там За родину Их делают Героями А это Убийцы Обычные Убийцы Как они Покаются Как они Покаются Как Павел Говорил Откуда Вера И покаяние Если нет Говорящего Если есть Говорящие Да То как Я покаюсь Не слыша Кто-то Должен Говорить Он должен Услышать И покаяться А им Еще и Говорят Обратное Им не говорят Не обличают Их в этом зле Их еще по головке Кладят Это очень важно Понимать Да Вот сегодня Мы с вами Будем Ветхи Осматривать Все прям Вот по порядку Историю Человечества Крупный Пример Я беру Моисея Возьмите Давида Возьмите И пророка Илия Который Более Четырехсот Да Этих Еретиков Жрецов Да Изрубил За несколько Часов Собственной Рукой Возьмите Моисея Возьмите Давида Это вообще Исчадие Ада Ну Два брата Акробата Три брата Акробата Их там Вернее Много Этих братьев Акробатев Но вот Это вот Троица Моисей Давид Ну там Соломон Такой же Кто знает Кто читал И все цари Такие же Но известны Такие имена Если взять Моисей Если ветхозаветные Хотите Моисей Давид И Илья Они такие Все Разные Немножко Моисей Как все Таким Царем Как таковым Не был Хотя По всей его Сущности Он и был Таким царьком Вроде как Судья Там народа Возьмите Давид Как царя Возьмите Илью Как пророка У них Не то Что руки Не то Что шеи А до макушки Километры Крови Над головой Ну и Из современных Возьмите Пророка Мухаммеда Джихад Современный Кто Они последователи Своего Мухаммеда Ничего там Нового Каков Пророк Каков Учитель Какой Не наставник Каков Пример Таковы И они Все Сейчас Мы сегодня Будем сравнивать Это все Естественно С Иисусом Всю Вот эту Священную Эту войну Это так Для наглядности Для воспоминания Вам Что все Это было У кого Там Зачешется Я знаю В разных Местах Ой Что-то Моисей С Мухаммедом На одну Ставлю Да На одну Они есть На одной Это все Братья Акробати Из одной Шайки Лейки Это очень важно Понимать Ветхи Завет Посмотрели Куда Мы с вами Переходим Наконец Мы добираемся С вами Потихоньку К Жизни Учения Иисуса Христа Хочу вам Напомнить С чего Оно Началось Очень важные Мометы Обращаю Внимание Это опять К вопросу Закон Евангелие От Луки Могу Даже Так Пока Буду Говорить Пролистать Его Немножко Когда Произошло Рождество Богу Любви Во плоти Мы помним Там Все эти События Потом Иисус Возрастает Для До возраста Тридцатилетнего Что Является Кояну Крестителю Крестится По плоти Дух Святой Ведет В пустыню Для испытания От Дьявола Да Он Отрекается От царства Слава И славы Богатства И он Выходит На первую Проповедь Очень важный Момент Который Показываю Написано Он учил В синагогах И от всем Якобы Прославляем Да Но что мы читаем Дальше Он приходит В свой родной город Где был воспитан В Назарет И читает Пророка Исайю Дух Господень На мне Ибо Он помазал Меня Благиствовать Нищим И послал Меня Исцелять Сокрушенных Сердцем Проповедовать Пленном Освобождение Слепым Прозрение Отпустить Измученных На свободу Проповедовать Лето Господне Благоприятное Что он делает Закрыв книгу Дал служителю Ныне исполнилось Писание Я буду так сокращать Знаете Видите Как я читаю Немножечко буду Ныне исполнилось Вы можете Кстати Дочитать Все Ставя на паузу Если вам интересно Я буду немножко Скакать Совсем малость Ныне исполнилось Писание Слышанное вами И все засвидетействуем Это Дивились Словам благодати Исходящим Зусть его Но думали Неосиф ли это сын Да Он сказал им Присловие Еще небольшая речь Иисуса Я ее пропущу А чем заканчивается Весь этот эпизод Когда Иисус В первый раз Встает И 30-летний мужчина Которому уже Позволено было Читать Писание И говорить Какие-то слова Проповедь В синагоге Когда он Вот это вот Все говорит Что происходит Какие события Мы с вами видим Услышав все это В синагоге Исполнились ярости И встав Выгнали вон Из города И повели На вершину горы Ну любой город Я всегда говорю Стоял на горе Чтобы Было лучше Обороняться Во время войны На которой он был построен Чтобы сбросить Иисуса Но он пройдя посреди них Удалился Мало людей На это обращает внимание Я всегда стараюсь Особенно при чтении Писания Умоляю всегда Погрузиться в те события Которые там происходят Читать внимательно Не фарисейски Даже внимательно Но фарисейски Медленно С расстановкой Стоя перед цветными иконами И даже на коленях Нет Сядьте поудобнее Вы главное Вдумайтесь Что происходит Я еще раз вам Обрисую эту картину Очень важный момент Мы с вами даже еще Видите До Евангелия от Анны Не добрались Евангелия от Луки Очень важный момент Который он подчеркнул Как с разбойником Да Видите Люди знают Эти события Иисус Первый раз Выходит на проповедь Его могли убить Он мог Свою миссию Да О явлении том Что Бог есть любовь Действенно доказать Могла И не начаться Закончившись Как мы видим Очень рано Когда мне рассказывают Там Я сейчас немножко Отклонюсь Да Про то что Ой Иудеи Закон Моисея Надо обязательно изучать Что-то слепить Хотя Иисус Прямо напрочь Запретил Ветхое снова мешать Не зря Этот закон Нарушили Библию Собрав в одну книгу Это абсолютно Разные вещи Библия Это не слово Божье Библия Это библиотека Переводится Это набор книг Сбор книг И благодаря Современному Книгопечатанию И мелкому шрифту Но понятному Да Человек никогда Так бы от руки Не мог написать Мы можем это Просто уместить Все в одной Такой маленькой Библиотеке Называемой Вот Хотя она тоже Не маленькая Но все-таки Маленькая У меня даже Бумажном варианте Уж давно нету Вот Но это не слово Божье Там не каждое слово Истины Нельзя там вырывать Даже вот Пожалуйста Слова Иисуса Неизвестно откуда И что-то там Ими плеваться Друг в друга Есть определенный Контекст Определенный Смысл всего Кто такие Они моментально О том Что нет Больше той любви Как если кто Положит душу Свою За друзей Своих Это 15 глава Он уже сказал Евангелия Тана Но надо понять Откуда она Это тогда Когда Иисус Уже после своего Прощального Ужина Как его называют Религиозно Это тайные вечери Это прощальный Ужин с учениками И он ее произносит Когда уже много Чего им говорит На прощальном ужине Они допоздна сидят Ужинают Разговаривают Они встают Ночью идут В Гефсиманский сад Где он будет молиться И где предаст себя В руки грешников Где арестуют Вот по дороге В этот Гефсиманский сад Из того места Где они сидели Это было Вблизи Иерусалима В одной из домов Где их приняли Где им позволили Этот прощальный ужин Провести вместе Вот тогда он это сказал Поэтому сейчас Я с вами рассматриваю Все до этого ужина Ну и по сути Потом арест В течение нескольких дней Его судят В Синодрионе У Пилата И убивают Через распятие Через казнь На кресте Перед этим Избив до полусмерти Вот вам картина Прежде чем к этим событиям Подойти Поэтому я вам показываю Всю жизнь Иисуса Вся жизнь Иисуса Теперь он снова Показывает картинку Да Мы с вами Все Евангелие Читать не будем Вся жизнь Иисуса Кто хоть раз Читал Евангелие Сегодня мы не будем С вами все Евангелие Причем все четыре читать Мы прочтем пять глав Атеана Да Пять глав Прочтем Атеана Очень важно Откуда именно Эти стихи Вы поймете Почему пять Мы будем читать Они неразрывные Тем более Как их подал нам Евангелист Иоанн Богослов Апостол любви Невозможно Этот стих вырвать Даже из этих пяти глав Это может сказать Хоть там меняется Как говорят в фильмах Картинка Да Пейзаж Меняется обстановка Или как там Перемещается Да Но это большая Речь Иисуса Вы увидите В моих текстах Они все Вы можете найти На сайте Христолюб.рф Христолюб.ру По иностранному По русски Христолюб.рф Можете просто набрать У меня есть все Книги Библии Посмотрите Как они оформлены Всегда речи Иисуса Или Бога Они таким Солнечным цветом Оранжем Огненным Таким цветом Да Речи Все разделено Все с красных строчек Очень легко читать Всегда можно понять Откуда это место Стараясь начать Картинками Говорящими Чтобы это в памяти Оставалось Да Всегда видите Какая голова Очень быстро И понятно Это очень важно Если вы поймете Кто впервые Видите Я ролик такой делал Кто меня может Первый раз будет смотреть Он ногчего Просто узнает Из этого И поэтому На некоторые разные темы Откликаюсь Да Почему Библия Не Слово Божье Есть отдельный плейлист Библия Вот там все эти ролики Поэтому я всего хоть оговорился Забыл только отсылку сделать Пожалуйста Посмотрите там Не задавайте мне В этом ролике Вопросов Я уже на эту тему Практически не пишу Там по-моему Больше 35 видео Или там Сколько 40 видео С каких-то Каких-то сторон Какие-то вопросы Я по этому Не отвечал Да И все там Показывал Разбирал И на ярких Примерах И все Вот Вся жизнь Иисуса В Евангелии Нам описано Это жизнь Добрых дел Это человек У которого Нету Ножечка У которого Нету В отличие от его Учеников Кстати У которых было Два меча Как мы знаем Сами засвидетельствовали С писанием Мы это видим У него нет ножички У него нет пистолета У него нет дубинки У него нет копья У него нет наручников У него ничего нет Он ходит Просто как обычный человек Сам он Сын плотника Ну или рабочего Как хотите Там Разные переводы Не суть Обычный работяга Неважно А владел Он одной профессией В древнее время Много можно было Не все такие Сложные были профессии Да Сейчас современный мир Очень Очень сложный Да И очень такой Уникальный Широкий Там Узкие специальности Нет Тогда человек Мог бы Много чем заниматься Все было Намного проще Немножко Да Вот Посмотрите на жизнь Не Иисуса Он хоть кого-нибудь Убил Нет Это очень важно Мы сегодня будем Это прям вот Всегда сравнивать Он кого-нибудь ударил Нет В отличие от Моисея Ильи Давида Мухаммеда И всех Кто потом Ихних последователей Ну у меня На картинке На сегодня На значке Видите там Как бы Крестоносец Да Туда кого-то Там целый сон Можно было поставить Которых я вам Перечисляю И им же Не сми числа И всех их последователей Да Вот и нынешних В том числе Современников Современных Рашистов Зиганутых И так далее Да Кто живет в России Или русскоговорящий Поймет Да уже весь мир знает О чем тут речь Да Тут рашистов Можно было На эту сторону Но так как еще Рашизм Не сильно Так распространился Хотя уже Да Уже все знают Кто такие рашисты Отличились ребята Вот Вот жизнь Иисуса Похожа на жизнь Их Нет Вся жизнь Иисуса Которую в Евангелии Читаем Это жизнь Добрых дел Кому копеечки Помог Подают По нуждающимся Мы видим все время У них там ящик Что могут Помогают Что им Помогают Они все Помогают Тоже Другим Болячки Исцеляет Кто Духами Нечистыми Обладает Духов Изгоняет Кто Тупой Глупый Невежественный Просвещает Проповедует Призывает К добру Даже Воскрешает Давая жизнь Природу Укращает Ради Блага Человек Я Иисус Христос Да Он говорит Трости надломленные Не переломит Надломленные Не до конца Не сломает И льна Еле дымящаяся Не загасит Господь не хочет Бог не хочет Смерти грешника Но чтобы Покаялся И жив Это очень важно Вот вам Вся жизнь Иисуса Ни одного Злого Дела Он не сделал Он был Окружен Учениками Да Он был Окружен Друзьями Да Когда Иисус Перед этим Прощальным Ужином Когда Его Искали Все время Не раз Его пытались Там Убить Схватить Где Эта Картинка Камнями Побить Мы помним Он все время Он уже даже Юрусалим Стал ходить Только по праздникам Когда было Большое скопление Народу Когда он Много уже Добрых дел Чудесным образом Творимых совершил Там Исцеляя Воскрешая Мертвых Исцеляя Больных Изгоняя Злых Демонов И задержимых Да При народе Уже боялись Даже его Эти его Враги Так называемые Его враги Да Боялись Тронуть И его И его Учеников Его родню Маму Там Да То есть Никому Не прикасались Мы об этом Сегодня Затронем Вопрос Мария Сказала Ну ладно С армией Все понятно Тем более Наемной А вот Как бы Бескорыстно Защищая Свою мать Или еще Что-то Это очень важно И мы видим Что Иисус Никогда Никому Ни одному Человеку Не причинил Зла Он не хотел Ихни смерти Но хотел Чтобы покаялись И были Живы И обрели благо Бытие На этой ноте Мы с вами Переходим К Евангелию От Иоанна Картину До Я вам дал Даю Еще одну Картину Чтобы Вы вдумались Это прощальный Ужин Я хочу Чтобы вы Увидели Иисуса Все Что мы будем Сегодня Сейчас читать Идет Описывать Ту атмосферу Ту обстановку Что происходит Слова Иисуса Вообще Кто этот человек Бога Человек Бог Любовь Явившийся Во плоти Что он говорит Что он делает Мы видим Эту сходку Каких-то Бандитов У каждого Ствол Волына Там Гранаты На столе Да Какую мы Картину Видим Это Это Очень Важно Они Там План Как-то Да Забыл Сказать Не забывайте О том Что Иерусалим Во времена Иисуса Это Оккупирована Римская Империя Территория Вы же не зря Знаете Правитель Одной Из властей Которых Даже Правитель Уже Неудей Хотя Когда Римляны Завоевывали Соседние Страны Государства Они Кто знает Я об этом Тоже часто Говорю Потому что Очень важны Эти контексты Они никогда Не пытались Там Изменить Культуру Там Политику Да Они говорят Пожалуйста Все свое Платите Только дань Там Давайте Вот Именно Ребят На войну И так Далее И так Далее Какие-то Небольшие Требования Там Налоги Я говорю Все Вот Это Да Вот Жизнь Сильно Не повлияет Просто Покоритесь В этом Плане Доживите Спокойно Да Вот Но Формально Они Были И даже Когда Все Дети Ирода Великого Который Еще Младенца Иисуса Искал Да Возглавили Так Скажем Власти Поделили Там Их Много Было Кого-то Конечно Передушил Тот Самый Ирод Там Своих Детей Убивал Да Но Кто-то Выжил Вот Четверо Делят Иуде Израиль Так Называет Государство Время Организовано На четыре части Но они не делили На власть поделили Как у нас Губернии Как угодно Штаты Назовите Один рано Умирает Его даже Некому Возглавить Его присылают Губернатора Так Назовем Его Понтия Пилата То есть Правители Из Рима Это Очень важно Понимать Купи Римские Воины Следят За порядком И прочие Прочие Вещи Иисус Пытается Свергать Это Нет Он Врагов Государства Нации Иудаизма Пытается Убить Нет Он Сжигает Еретиков На костре Противников Закона Моисеева Нет Его Самого Обвиняют В этом Богохульстве Это Очень важно Это Вся Картина Прощальный Ужин Мы до Этого Прощального Ужина Видим Иисуса Каким Многие Шутя Или Юродство Или Специально Издеваюсь Такой добрячок Ну так и есть Это Бог Любовь Вся его Жизнь Направлена На творение Добрых дел Ничего Он Никому Зла Не Сделал Единственное Тем Что он Обличал Их И Видишь Причинял Им Боль Эта Боль Была Во благо Да И только Говорится Ни сахарный Не Расставит Эта Боль Была Боль Это Не Слов Иисуса Человек Говорит Другому Что Это Убийца Которую Когда Он Убивает Это Не Тот Его Обличал Ни Зло Не Причиняет Ему Зло Причиняет Человек Если Он Красавица Ему Говорит Урод Да Желая Оскорбить Его А когда Человек Говорит Правду Это Да Помните Как Ипполит Говорил В Москва Слеза Ой В этом Вы Поняли Это В новогоднем С легким Паром Да Правда Меня Не Обижается Она Убить А он Был Начал Человек Убийц Поэтому Вы Его Дети Вот И Все Он Никого Просто Так Не Оскорблял Говорил Правду Вот И Прощальный Ужин Иисуса С Учениками Знаете Почему Такой Длинный Ролик Пишу И Хочу Все Это Почитать Люди Не Читали Никогда Евангелие Читали Вот Так Сквозь Как Я Пальцы Дырку Не Знаю Там Мимоходом Где То Кто Вообще Никогда Не Читал Кто Тут Это Вырывает Все Там Да Из Контекста Конечно Же Эту Фразу За Патриотизм За убийство Ради Своих Родных Близких На Войне Конечно Те Кто Прекрасно Знает Писание Ролик Об Этих Детях Дьявола Вы Помните Я Уже Выпустил Ангелы Сатаны Тут И Путлер И Ткачевы Все Эти Дети Дьявола Все Там Я Тогда Не Сказал Но Сегодня Мы Еще Об Этому Тоже Вспомним Но Попозже Я Хочу Хронологию Увидеть Оттуда От Бытия От Первых Песен И До Нынешнего Дня До Современного Я Хочу Просто Может Кто-то Никогда Не Читал Благодаря Этому Хоть Узнает Что Это Я Хочу Мой Можете Знать Какие-то Вещи Я Чуть Чуть Проглатываю Чтобы Мысль Не Терялась Что Более Так Пятна Эти Яркие Они Прям Собирались В кучку Чтобы Все-таки Ближе К нашей Теме Как видите Почему Кажется Что Иисус Тоже А что Там Есть Не В Тему Слова Ну Конечно Берешь Конкретно Ведь Я Тоже Ролик Посвятил Одной Теме Ну Туда Чуть Чуть Уклонился Туда 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 Так Всегда Да Коротко Можно Сказать Вот Можно Длинно А когда Длинно Ты уклоняешься В разную Как елочка Получается Такая Поэтому Я читаю Евангелие Конечно Буду Вопрос Все-таки До этого Не совсем Что Можно Я буду Пропускать Читаем Мы Сначала Заметьте Еще раз Я вам Раскладывал Это Евангелие Атеана Пять Глав Читаем Практически Цвет Цвет Огня И Солнца В 13-14 Чуть Чуть Еще Видно Там Что-то Черный Краткий Вопрос Учеников То есть Вы Заметьте 15-16 Глава Откуда Сейчас И 17 Молитва Иисуса В Герсиманском Саду Она Вся Оранжевая Очень Важно Понимать Это Такой Нераздельный Блок Хотя Все Евангелие Нераздельно А Евангелие Неотделим От всей Истории Давид Убил Своего Военачальника Изнасилов Его Жену Единственную Что Мне Тоже Теперь Можно Это Факты Это События Которые Нам Остались А Вывод Какой Из них Нас Делать Правильный Что Хорошо А что Плохо А не Пытаться Давида Оправдать Всеми Способами Когда Его Сам Бог Через Пророка Осудил Это Очень Важно Понимать Поэтому Мы С вами Все Тоже Я хочу Чтоб Все Это Кто Впервые Да Кто Не Впервые Кому Отрадно Все Это С удовольствием Все Это Еще Раз Переслушает Поэтому Погрузитесь В Эти События Вот Иисус Вот Его Ученики Более Того Мы Знаем Что Там Два Меча Было Двое Из Них Тут Все Мечтали Что Иисус Все Будет Вот Именно Давидом Который Будет Всем Голов Главная Партия Царя Путлера Допустим Там Были Религиозные Религиозно Светское Государство Там Были И Разные Секты Судукеи Фарисеи Эти Кто Там Еще Ты Был Уже Из Главы Вылетел Ну Ладно Не Суть Важно Там Как Минимум Четыре Представительства Крупных Было Чет Забыл Четвертое Ладно Не Суть Важно Вот Это Очень Важно Понимать И Вот Они Думали Что Они Там Займут Царем Станет Израильским Иисус А потом Еще Римская Игорь Сбросит А потом Вообще Весь Мир Завоюет И Они Не Понимали Причем Столько Лет Они Ходят С Иисус Мы Знаем Что Петр До Последнего Будет Не Понимать Мы Кстати Петра Очень Хорошо Опять Будем Разбирать Потому Что Если Вспомним Как Он Уши Будет Рубить При Аресте Иисуса Он Саму Истину Защищал Друга Своего Иисуса Христа Сейчас Мы Об этом Сегодня Очень Важный Момент Сегодня Это Обязательно Разберем Но Погружаемся В Прощальный Ужин Перед Праздником Пасхи Иисус Знает Что Пришел Час Его Перейти От Мира Этого К Отцу Перейти То есть Быть Убитым Сущих В мире До конца Возлюбил Их Заметьте Еще раз Вначале Объявляем Эту фразу Которую Иисус Скажет В 15 Главе Нет Больше Той Любви Если Кто Положит Душу За Друзей Своих Заметьте С чего Начинается 13 Глава Иисус Знает Что Ему Переход Он Явил Делом Что Возлюбил Своих То есть Друзей Он Делом Явил Возлюбив Своих Сущих В мире До конца Возлюбил Их Сейчас Мы Кого Увидим Через Несколько Страх Или Стихов Мы Увидим Как Иисус Достает Меч Знаете Как Все Эти Посмотрите Любую Любую Любой Фильм Про Войну Или Где Есть Эти Войны Действия Бойни Вечные Любой Художественный Или На основе Реальных Событий Да Там Всегда Царь На Бравую Речь Про Патриотизм За Родину За Царя За Отечество За Жен За Детей За Нашу Землю Ура И Они Все Друг На Друг Причем С той Стороны Тот Царь Орет То Самое Своим И Они Друг На Друг Лезут Потому Что Ни Одна Война Она Не Бывает Никакой Не Священной Она Для Всех Священная Что Те Защищаются Для Нех Она Тем Более Якобы Им Кажется Он Священная Они Защищаются Хотя Действительно Есть Агрессор А Есть Жертва На Сам Деле Агрессор Прикрывается Всеми Священными Причинами Что Якобы Если Не Я Сегодня То Он Завтра Меня И Там Куча Куча Очень Очень Причин Очень Много Все Они Ничего Не Стоит Они Столько Сколько Ноль Стоит Ничего Да Но Ими Прикрываются Вот Иисус Как Сейчас Покажет Заметьте Заметьте Чтобы Найти Эту 15 Лаву 13 Стих Мы Начинаем С 13 С 1 Стих А уже В первом Мы Видим Как Иисус Будет Сейчас Показывать Не Зря Евангелие Названо Книгой Жизни И Учения Иисуса Христа Это Лука Именно В своей Книге Деяния Пишет Что Первую Книгу Феофил Я К тебе Написал Мы Сегодня С вами От Луки Обращались Лука Написал Некий Евангелист Лука Написал Две Книги Первую Евангелие О жизни Учения Иисуса Христа Вторую Книгу Деяний Апостолов И Начинает Он С какой Фразы Вот Пишу Тебе Вторую Книгу Феофил Первую Написал О том О чем Жил И Учил Иисус Христос Вот Уже Вторую Книгу Тебе Пишу О тех Деяниях Которые Будут Совершать Его Ученики Как Ты Просил Меня Это Очень Важно Это Жизнь И Учение Иисуса Христа Сейчас Мы Читаем Слова Позже Мы Увидим Дела Но Даже Параллельно Это Слова Автора В частности Иоанна Богослова Он Описывает Нам Картину Где Я Говорю Мы Сейчас Увидим Как Иисус Такой Меч На Сто Все Пацаны Сейчас Вы Увидите Как Я За Вас Душу Свою Положу Вдумайтесь В Это Очень Важно А Ведь Именно С Этих С С Этих Вдумайте Я Случайно Такой Идиот Начал С 13 Главы Заметь Здесь Речь Пойдет Именно Об этом Причем Это Прощальный Ужин Он В Последний Раз Пытает Своим Ученикам Донести Истину Что Я Делаю В Своем Ролике В Частности Для Мариса И Всех Кто Будет Слушать Это Видео Последний Раз Пытается Мы Знаем Что Это Ничем Не Закончится Хорошим И Ничего Они Не Поймут Но Он Пытается Я Тоже Пытаюсь Как Сказал Этим Роликом Конечно В Жизнь Жизнь Врага За Моих Друзей За Друзей Моих Врагов Убить Друзей Моих Врагов Которые Являются Убить Врагов Моих Друзей Вернее Которые Моих Друзей Прессуют Нет Мы Увидим Сейчас Что Иисус Не Об Этому Говорил Зная Что Пришел Час Его Перейти От Мира От От Дать Свою Жизнь Положить Признаете Если Что Иисус Это Бог Любовь Не Отец Не Дух Святой Бог Сущность Бытия Имеющая Вид Имеющая Плоть Хотя И в то же Время Крутит Все Мироздание Что Мы По Его Образу Подобие Именно И Созданы А Не По Подобии Вселенной В Нас Тоже Вся Вселенная И Мы Можем Творить Вселенной Потому Что Мы По Его Мы Исповедуем Что Мы Верим И Принимаем Первые Стихи Первой Главы Первой Книги Библии Бытие Что Сотворен Человек По Образу И Подобию Бога Не Богов Не Мамы И Папы Не Мужского И Женского Пола Один Человек Был Создан По Образу И Подобию Одного Бога Иисуса Христа Который Был Всегда Есть И Будет Вот И Во Время Ужина Когда Дьявол Уже Вложил В Сердце Иуде Симен У Искариоту Предать Ему Иисус Зная Что Отец Все Дал В Руки Его И Что Он От Бога И Шел И Богу Отходит Встал Сужно Снял С Знаете Тоже Я Кратко Уйду Я Обещал Что Ролик Будет Длинный Я Сво Обещание Сдерживаю Я Кратко Скажу Что Благодаря Евангелия Луки Есть Подробность Что Мы Знаем Что Все Их Кечения Были Не Только Как В других Евангелия Мы Видим Там Все Ненаслить Кто Из Ни Больше Кто Поближе К Мы Благодаря Евангелия От Луки Когда Их Совмещаем Там Есть Подробность Лука Сообщает Что Они Там Наслились И Все Не Могли Выяснить Кто Из Них Больше А Кто Меньше Поэтому Кстати Ноги Он Умыл Не Просто Так Это Не Был Как Сейчас Папа Римский Кому Там Или Гундяев Там Попы Там Публично Все На Камеру Там В Дело Реальное В Древние Времена Люди Особенно В Израиле Пустыня Жили У них Грязные Ноги Да И Мы Приходим Домой Моемся Так У нас Обувь Супер Закрытый Все Живут В Разных Городах И В Разных Климатических Условиях Мы Надо Хоть Осень И Грязь Ботинки Настолько Закрыты Что Домой С Чистыми Ногами Заходим Разувась День В Прихожей Да Там И Так Все Мыли Все Ноги Всегда Во Входе В Дом Стояли Умывальницы Для Ног Для Рух Вот Люди Это Просто Не Богатей Так Живут Им Там Все Прислуга Иисус Лишь Образ Сотворил По идее Они Там Сами Себе Все Должны Были Ноги Умывать Как Нормальный Любой Человек Сам Себя Обслуживать Без Нужды Никому Не Обращаясь Просто Так Тем Более Из Какого Я Круче Тебя Поэтому Целуй Не Туфли Нет И Они Когда Там Мыли По Одиночке Кто При Царе Иисус Взял И Когда Там Кто-то Видимо Умывал Взял Подошел Склонился И Решил Показать Кто Из них Больше Что Все Их Кичения Неизвестно На чем Может Они Тыкали Друг Кому Ноги Должны Потому Что В Древнем Мире Богатых Домах Были Слуги Господи Сами Развязывали Сандали И Омывали Ноги Это Очень Важно Подходит Ну Еще Ну Давайте Дочитаем И Зафиксируем Подходит К Симону Петру И тот Говорит Ему Господи Тебе ли Умывать Мои Ноги Иисус Сказал Им В ответ Что Я Делаю Сейчас Ты Не Понимаешь Ну Потому Что Я Прям Буду Говорить Из Евангелия Мы Все Это Знаем Петр Тоже Отличался Еще Той Недалеко Все Начинают Ой Ты Совсем Недалеки В познании Истины Мы В этот Момент Убеждаемся Сам Иисус Ему Говорит Что Ты Не Понимаешь Что Я Делаю Сколько Лет Вы Со Мною Он Тут Не Раз Будет Учеников Укорять И Вот Сейчас Укоряет Постойте Это Укор Будет Укорять Мы Сейчас С вами Прочитаем Когда Они Все Там Папашу Просят На Небесах Показать Пошлите Ничего Вы Не Поняли Они Пошли В Гессиманский Сад Разумеешь После Петр Говорит Ему Не Умой Ног Моих Во Век Иисус Вечал Ему Если Не Умою Тебя Не Имеешь Части Со Мной То Если Я Не Покажу Тебе А Ты Потом Не Поступишь Так же Не Имеешь Части Со Мной Чтобы Быть Одной Частью Одним Целом Надо Поступать Так же Симон Петр Говорит Ему Господи Не Только Ноги Тадам Но И Руки Голову Иисус Говорит Ему А Мы Нужны Только Ноги Умыть Потому Что Весь Чист И Чисты Но Не Все Ибо Знал Он Предателя Своего Потому И Сказал Не Все Чисты Тут Очень Простой Момент Почему Иисус Не Стал Делать Якобы Все Чисты Он Имел Слово Дело Ноги Символизируют Дело Иди Твори Добрые Дела Иди И поступай Так же Иисус Говорил Иди Символ Ног Он Говорит Руки Голову Я вам Уже Омыл Вода Символ Учения Да Вы Все Понимаете Все Осознаете Делать Будете Иди И поступай Так же Помните Как Иисус Законнику Который Спрашивал Иисус Какие там Заповеди Больше Меньше В законе Иисус Его Переспросил А сам Как понимаешь Он сказал Ну вот Люби Бога И ближнего В принципе Вся суть Закона Он Говорит Недалеко Ты от Царства Небесного Недалеко Ну как Символ Почти Улететь На курорт Ты Все Не попасть На него Да Ты Недалеко Ты При Дверях Войдешь Ты В Царство Небесное Да Он Говорит Иди Поступай Так же Это Очень важно Здесь То же самое Здесь Иисус Они же Ничего Не понимают Он И так И сяк И на образах И словами Как мы видим Сейчас мы Все понимаем Конечно Петр Потом Понял Особенно И первое Второе Послание Просто Шедевр Действительно Гениальный Покажите Вере Вашей Что Добродетель В добродетели Там Долготерпение В этой Добродетели Да В долготерпении Братолюбие Братолюбие Любовь То есть веря через дела Покажите Вашу сущность Сначала Вы поверили В это Приняли Стали так жить И она стала Вашей сущностью Вы это явили Этим же самым делом То есть Как всегда говорю Замкнутый круг Да Вот Поверил Стал делать И стал Это Стал моей Сущностью В этой вере Показал Любовь свою Да В этих знаниях Одно дело Здесь принять Другое дело Стать таким Да Вот Вот вам И зафиксируем Мы с вами Поговорили Иисус Я поговорил Вы послушали Иисус Это абсолютный Бог Любовь Который Растворил Абсолютно Добрые дела Мы видим Прощальный Ужин Опять Каким мы видим Иисуса Человеком Который Какой-то добро Творит Постоянно Ну вот Постоянно Даже Здесь Опять В этих Там В уличении В научении В том Что такое Любовь Больше Меньше Вот это Все Где не меряется Я конечно Я все это буду Сейчас видите Кратко Где-то Стороной Обходить Ну так Немножко То есть Виксируем Такого Опять Иисуса На протяжении Всего Евангелия Мы никогда Не увидим Его Причиняющим Кому-либо Зло Когда Жумыл им Ноги И надел Одежду Свою То Возлегший Опять Сказал им Знаете Что я сделал Вам Говорит Что потом Узнаете Якобы Я вам Говорить Не буду Все Иисус Прямо Всегда Говорит Он Дает И образы И притчи И действия И прямо Говорит Ну не понимают Вы называете Меня учителем И господом И правильно Говорите Ибо я точно То Итак Если я Господь И учитель Умыл вам Ноги То и вы Должны Умывать Ноги Друг Другу Ибо Я дал Вам Пример Чтобы И вы Делали То же Что я Сдел Вам Истинно Истинно Говорю Вам Раб Не больше Господина Своего И посланник Не больше Пославшего Его Если Это Знаете Блаженно Вы Когда Исполняете Иисус Сказал Что Слушающий И не поступающий Человек Безрассудный Да Построил Дом Своей На песке Блаженны Вы Когда Исполняете Дела Любви Сделать Иисус Для примера Чтобы И мы Поступали Так же Мы Жили Как Он Про Иуду Пропустим Иисус Там Говорит Что Знает Предателя Тому Кто Обманул Пого Хлеба Пропускаем Вот видите Как кусочек Чтобы сократить И мысли Не удаляться Когда Он Вышел Иисус Сказал Ну Иуда Вышел Вы помните Пошел Предавать Ныне Прославился Сын Человеческий И Бог Прославился В нем Каким Образом Да Вот Этой Вот Любовью Заметь Сейчас Это Все Будет Вот Так 13 14 Глава Она Она Точно Такая Как 15 16 Все Тоже Самое Будет Опять Дубляжом Сказано Ученикам Дубляжом При Двух Или Трех Истинных Правдивых Всякое Слово При Двух Или Трех Свидетельствах Истинно Всякое Слово Если Бог Прославился В нем То И Бог Прославит Его В себе И Вскоре Прославит Его Дети Недолго Быть Мне С вами И Будете Искать Меня И Как Я Сказал Иудеям Что Куда Я Иду Вы Не Можете Прийти Так И Вам Говорю Теперь Заповедь Новую Даю Вам Долюбите Друг Друга Как Я Возлюбил Вас Так И Вы Долюбите Друг Друга Еще Подбираемся Иисус Еще Прямо Говорит Я Много Раз Говорил Что Все Религии Проповедуют Творите Добро Творите Добро Только Потом Ты Читаешь Оказывается Добро В иудаизме Люби Ближнего Иновид Врага В мусульманстве То же самое Какое добро Все праведники В аду Люби Ближнего Иновид Врага Священный Джихад Ветхий Завет Ислам Все То же самое Евангелие Никакого Джихада Никакой Священной Войны Никакой Ненависти К врагам Люби И ближнего Правильно Обличай Его И Люби Врага Своего То же самое Обличай Говоря ему правду Желая ему Покаяния Очень важный момент Я всегда Видите тут Подчеркнуто Помимо жирного Там Выделения Текста Да любите Друг друга Как Как я Возлюбил вас Как я Мы сейчас С вами Будем смотреть На Иисуса Чтобы вырывать Фразу Иисуса О том Что нет Больше той любви Как стопал Душу За друзей Как я Возлюбил И мы с вами С чего Начал 13 глава Что он Покажет Как он Это И вот Опять Показал И как Надо Не гордиться Там Наоборот Если надо Оказать Дело Любви Какой-то Конечно Не каждый День Ноги Там Умывал Это было Для смирения В ответ На их Гордыню Каждый День Каждый Старайся Сам А Он Не стал Ихним Слугой Знаете Есть В одном Фильме Кстати Про Еврейский Как Там Отец С маленьким Сыном В концлагерь Попали Как же Называется Счастье Что-то Смотрел Там Такой Есть Кусочек Тоже Шикарный Когда Он Еще В Мирной Жизни Когда Их Еще Не Поймали Но Это Все Про Вторую Мировую Про Фашизм Как Же Называется Хороший Тоже Фильм Я Был Ну Если Вы Описание Дайдите Я Ты Гости Приходит Но Юморит Так 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 Все Сгибается Сгибается А он Говорит Нет И там Такая Фраза Он Говорит Иисус Служил Но Он Не Слуга Это Очень Важно Служить И Быть Слугой Это Разные Вещи То Есть Оказать Дело Любви И Быть Рабом Это Разные Вещи Служить Он Говорит Он Служил Но Он Не Слуга Я У 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 На Реальных Событиях По-моему На Реальной Истории С Холокостом Связаны Вот Читаем Дальше Да То есть Как Иисус Поэтому Как Иисус Полагал Душу Мы Вот Своим Читаем Мы Его Во всей Жизни До Прощального Ужина Ни Разу Ни С кем Мечом Никакую Революцию Не Проповедовал Ничего Да С Оружием В Мечах С Оружием В Все Что Вы Мои Ученики Если Будете Что Иметь Любовь Между Собою Симон Петр Сказал Господи Куда Ты Идешь Опять Супер Понимание Петра Он Им Только Что Говорит Что Он И Есть И Иисус В Куда Иду Ты Не Можете Перейти Но По Плоти А После Пойдешь За Мною Пойдешь По Духу Петр Сказал Господи Почему Не Могу Уйти Из Того Теперь Я Душу Мою И Кстати Обратите Внимание Какая Тут Фраза И Как Перевели Ну В Синодальном Переводе Я Всегда В нем В основном Читаю Я С него Начинал Свой Путь И Поэтому Мне Он Просто В этом Плоне Ближе Хотя Он Кто Знает Я Так Обличаю Все Бредни Неправильности Перевода Или Искажения Серьезные Петр Говорит Я Душу Мою Положу За Тебя Запомните Это Зафиксируйте Этот Момент Петр Говорит Иисусу Причем Перевели Дословно Я Душу Мою Положу За Тебя Это Очень Важно Сейчас Когда Прощаль Нужен Закончится Когда Они Пойдут В Гессиманский Сад Пройдет Молитва И мы Увидим Арест Иисуса Что Мы Там Увидим Давайте Когда Будет Арестовывать Иисуса Что Сделает Петр Он Бросится Защищать Иисуса У него Петр Был Один Из Тех Двух Мы Второго Не Знаем Скорее Все Это Был Иуда Может Быть Да Может Нет Это Так Мои Догадки Да Вот У Петра Был Меч И Он Бросился Защищать Иисус И Кто Помнит Он Отрубил Ухо Некоему Полицаю Который Пришел Одному Из Полицей Которые Пришли Арестовывать Ну Там Воины Храма Полиция Храма Того Времени Иерусалимского И ухо Он Отрубил Не Потому Что Он В Ухо Метился Естественно Он Метился В голову Пытался Ему Голову Отрубить Ну Кто Может Увернулся Два Воина Бьются И Скользь Прошло Он Ухо Отрубил Вы Прекрасно Помните Если нет Я напоминаю В этом ролике Все это Причем Сейчас Даже Видите Вам Дословно Евангелие Читаю Своими Словами Рассказываю Иисус Что Говорит Петр Вставь Меч Свой Он Говорит Туда Откуда Ты Его Достал Ну То есть В ножны Ну Где Такие Переводы Я Просто Интерпретирую Чтобы Небольшой Контраст Может Иисус Так И Говорил Вообще Адреналин Бьет Тебе Трясет До Мандража Петр Начинает Защищать Иисуса Друга Своего Заметьте Жена Наш Друг Дети Наши Друзья Родители Наши Друзья В принципе Марис Так и написал Но Ближних Ближних Семью Ну И фразу Он сам Произнес Иисус А там Вообще Друзья Ну Как я Сказал В греческом Переводе Правильно Все таки Любящих Сюда Все входит Кто тебя Любит Да И вот Нет больше Любви Якобы Как если Кто положит Душу Свою За любящих Его Иисус Любит Петра Да Петр Убивая Этих Негодяев Которые Пришли Арестовывать Иисуса Чтоб Потом Казнить Его Он бросается В бой За Иисуса Я кстати К тому Что Вот именно Мариса Задал В комментарии Как бы Хоть ролики Я Патриотизм Обличая Вообще Конкретно Я же Видите Как ролики Пытаюсь Тоже Конкретизировать Хорошо Там О войне Эту фразу Действительно Притягивают И вплоть до Оправдания Убийства Там Семейное Какой-то Насилие Или Бытовое Как Убий Когда там Сидели Или в компании Пьянкой Там Кто-нибудь Кого-нибудь Зарезал Один Другой Защищать Две Компании Собрались Что-то Там Не поделили Они Могли Быть Не Супер Там Бандитами Ну Мы Знаем Все Тут С Гордыни Бычки Две Компании С разных Сторон Собрались У кого-нибудь Одного И что-то Не поделили Там Целый Бой Не Устроили А бой Не Устроили Один Закусь Пакусь Один За Другого И Пошло Поехало И Десять Человек Со Святыми Упокой Ну Петр Петр Сказал Я Видите Как Перепрыгив Думаю Что Делаю Все Правильно Я хочу Чтобы У вас Мысли Не Терял Чтобы Все Это Увидели Сегодня Прям В Реальной Картине Я Призываю Чтобы Когда Меня Слушать Или Читайте Визуализировали Все Это Погружались В Эти Моменты Петр Ему Говорит То Что Мы С Начинает Полагать Эту Душу В Том Понимании Как Понимать Неправильном Понимании Как Понимают Многие Убивая Там На Войне Убивая Тут Да Может Какой Бычок Пришел На Жену Мою Друг Решил В Компании Чего Не Поделили Баканул Там Детей Моих Обидел Родителей Там Большая Тусовка Это Может Все Что Угодно А Он Начинает Нет Он Собирается Отдавать Нет Он Убивает Других В Надежде На То Что Он Останется Жив Его Могут Убить Да Первое Так Скажем Извращение Слов Все Ремя Иисуса О том Что Якобы Я Не Полагаю А Я Просто Готов Положить А Иисус Не Сказал Кто Готов Защищай Иисус Давайте Еще раз Попытаемся Представить Как Те Кто Эту Фразу Извращают Должна Была Она По Настоящему Звучить Чтобы Она Их Не Отражала Картину Мира Иисус Был Сказал Нет Больше Той Любви Как Если Кто Готов Готов Положить Душ Раз Отдать Жизнь Свою Готов Расстаться С Жизнь Своей Когда Защищает Друзей Своих С Мечом С Копьем С Автоматом С Иисус Сам Со Своими Врагами Не Борется Более Того Живой Пример Всегда Говорю Этот Петр Вот Живой Прямее Примера Просто Найти Невозможно Вот Прямее Примера Найти Невозможно У нас Картина Мирная Мира Идеальная С Евангелием Здесь Нам Достаточно Что До Нас Не Дошло Насколько Нам Кажется Крупицы Все Это Сколько Упущ Я Всегда Показывал Как Благодаря Одному Евангелию Да Мы Сколько Узнаем Чего Нет У Других А Ведь Это Такие Важные Вещи Порой Действительно Сколько До Нас Не Дошло Невозможно Даже Трехлетнюю Так Называемую Жизнь Иисуса Вместить Вот В эти Когда Читаешь Евангелие Двухчасовой Рассказ Это Невозможно Сделать Сколько Там Было Сказано Сколько Эпизодов Со Всех Сторон Происходило Дмл Гибсон Снял Только Вот Этот Арест И Казнь Иисуса Тоже Фильм На Два Теса Получился Разве Туда Возможно Всю Жизнь Иисуса Вместить Больше Тысячи Дней Проведенной Вот В этой Проповеди Что Иисус Говорит Петру Вложи Мечство В ножны Твои Туда Откуда Ты Его Достал И Что Своему Полицаю Арестанту Который Пришел Его Арестовывать Ухо Это Обратно Прилепил В принципе Чуть Я им тоже Отдельную Картинку Показываю В Евангелии От Луки Тоже Само Заметьте Она Сегодня Вместе С Иоанном Фигурирует Давайте Еще раз Прочитаю Потому что В Иоанна Видите Этих Нет Подробностей Может Он не стал Об этом Говорить Уже Зная О существовании Других Евангелия Вроде Как Иоанн Последний Написал Давайте Я вам Зачитаю От Луки Раз Сегодня Такой Громенный Ролик Бывший Жи с ним Видя К чему Идет Дело Сказали Ему Господи Не ударить Ли нам Мечом Спросил Вообще У меня На эту Тему Конечно Есть Видео Особенно В рамках Чтения Там Показывай И точно Есть Какое То Видео Я Добавил В этот Плейлист Любви Ворогам Но Видите Я Сегодня Решил Все Собрать Вдруг Кто-то Будет Смотреть Я Поделюсь Уж Да Я Не Трачу Эту Жизнь Говорил Слушайте Это Единственное В жизни Добрые Дела Которые Делают Моя Проповедь Ну И Делом Конечно Могу В жизни Людям Помогая Ну И Прежде Всего Словом Спросил Петр Иисуса Здесь Не Скаж Что Петр Мы В другом Месте Узнаем Что Это Был Петр Потом В другом Евангелии И Не Дождавшись Ответа Это Я Уже Скобочка В Текстах Подписываю Один Из Них Ударил Раба Пера Священника И Отсек Ему Правое Ухо Ну Ударил Не По Уху Пытался Ему Метился Ему По Ушку Так Попасть Конечно Ж Он Пытался Убить Но Как-то Неудачно Тот Увернулся Он Отсек Ему Правое Ухо Тогда Иисус Сказал Оставь Довольно Здесь Так В других Евангелиях Там Есть Убери Мечество И Коснувшись Ухо Его Исцелил Его Вот Так Хочу Чтобы Еще раз Мы Зафиксировали Иисуса Еще Раз Очень Важный Момент Картинку Покрупнее Поставлю Еще Раз Фиксирую Момент Иисус Которого Жизнь Сейчас Жизнь Здоровье Сначала Заберут Свободу Арестуют Заберут Здоровье Заберут Избив И по дороге И на суде И бичеванием Приговорив Два раза За одно и то же Преступление К двум наказаниям Да И вообще Убьют Через жестокую казнь Через распятие На кресте Иисус Петр С другой С другой стороны Петр Пытается Положить Свою душу Как вот В интерпретации Всех Кто эти стихи Вырывают Что я якобы Защищаю Забирая Чьи-то Жизни Но Якобы Готов Расставшись Со своей Что Иисус Запрещает Им это делать Вот Забываю Марису Да И всем Кто вот это Все Проповедует Или вот так Вот видит Вот вам мой ответ Вот вам Картина мира Вот вам Евангелие Самое настоящее Ну сделайте вывод Ответьте сами себе На вопрос Как вам жить Как вам Есть у вас Право На примере Как я Любить Ближних Любить друзей Любить любящих Тебя Как Иисус любил Иисус Позволил Ради себя Кого-то убивать Вы когда Свою жену Особенно Меня вот Христиане Удивляют В кавычках Конечно Удивляют Особенно Вот Ты христианин Может Тебя жена Может У вас Христианская Семья О чем Вообще Вопрос Идет Я вот Представляю Зашли грабители В дом Муж и жена Христианка Разбойники Да Муж Начинает За нее убивать Вот Мне интересно У жены Возникнет Да Пусть Ее могут Изнасиловать Слушайте Если она будет Сопротивляться Никто ее не Изнасиловать И так же Убьют Но кто Будет Насиловать У какого Мужика Встанет Если она Ему Тут же Простите По яйцам Даст Это Можно Можно Не Прям Конечно С всего Размаха Вот Именно Отпор Надо Давать Оттолкнуть Человека Да Если Ты Не Понял Если Ты Еще Ша Это Очень Важно Вы думаете Иисус Когда Его Били Знаете Когда Человек Причиняет Боль Он Не Может Не Извиваться Не Защищаться Вы думаете Когда Иисуса Били Он Вот Так Вот Стоял Нет Он Тоже Закрывал Голову Скорее С руками Это Инстинкты Они Работают У всех Иисус Такой Как Мы Потому Что Мы Такой Как Он Потому Мы Созданы По Образоподобия Нам Все Это Не Показано Я Пытаюсь Донести Реальную Картину Не Фантазийную Создать Думать Что Иисус Там Почему Его Богом Не Почитали Когда Прям Как Иоанн Говорит О том Что Мы Видели О том Что Мы Слышали О том Что Мы Видели Слышали О том Что Осязали Руки Наши Почему Не Могли При жизни Его Богом Увидеть В нем Бога Любовь Ею Сво Плоти Да Потому Что Он Такой Как Мы Я Всем Говорю Простите За Грубость Но Это Так Он Писел И Как И Бог Нас Таким Создал По Своему Образу Подобию Да Бог Писает И Как Представляете Бог Спал Бог Страдал Мы Видим Уставал Да Боялся Ужасался В этой Молитве Гефсиманской Вы Думаете Он Руки Не Ставил Когда Его По Сжиматься Происходило Это Конечно Происходило Жена Которая Будет Пытаться Насиловать Будет Она Пытаться Отталкивать У тебя Уж Прямо Говорю Там Конечно По Яйцам Не Надо Бить Но Можно Припихнуть Чтобы Разозлить Терпеть Боль Насили Очень Тяжело Но Для Христианина Расстаться С жизнью Ничего Не Стоит Его Ждет Вечное Царство Любви Для Которого Для Христианина Жизнь Христос А смерть Приобретение Христос То есть Любовь То есть Путь Жизни Любви И Это Конечная Любовь Жертвенная Любовь В идеале Чтобы Не стукать Этого Насильника Не появится Но Как-то Можно Отталкиваться Защищаться Говорить Нет Проповедовать Да Кричать Ты Получишь Должное По своим Делам Этот Иисус Так Именно Делал Вы Дети Дьявола Потому Что Ищите Убить Меня Можешь Говорить Да Как Угодно Но Эту Школу Жизни Надо Пройти И Экзамены Надо Сдать Кто Мне Там Все В Комментариях А сам Б Ты А сам Б Ты Я Так Хочу Да Я Хочу Пройти Скору Я Не могу Сегодня Доказать Как Иисус Не Мог Доказать Когда Он Учил На словах Подставлять Щелку Отдать Свою Жизнь Когда Сдирают Верхнюю Отдай Нижнюю Любить Врагов Ну Поступку Не Мог Меня Спросите А Ты Сможешь Я Хочу Смочь Да Если Вы А Вы Как Сможете Если Вы Даже Не Хотите Этого Если Это Не Ваша Цель Если Это Не Ваша Картина Мира Не Мировоззрение И Не Цель Для Меня Это Цель Конечная Жизнь Моя Жизнь Христос В Любви Христос Всегда Поставляйте Любовь А Смерть Приобретение Тем Более Смерть Жертвенная Пик Жертвенной Любви Когда Я Могу Явить Физическую Боль Терпеть Тяжело Человек Когда Его Причиняет Боль У него Инстинкты Да Тебя Комар Кусать У тебя Инстинкт Дернуться Туда Где Боль Ты даже Не Понимаешь Почему Кольнула У тебя Рука Туда Это Естественно Когда Тебя Да Когда Его Сбивали Его Привязали Человек Иначе Не Будет Терпеть Он Будет Издеваться Уходить Уклоняться Человек Привязывают Вот И Все Мне Будет Больно Когда Меня Будут Пытать Конечно Будет Но Пока Я Еще Не Пытаем Я Эти Моменты Буду Сидерживать И Вот Привязали Когда Уж Потом Привязать Орать Кричать Ну Что Теперь Думали Иисус Не Орал Орал Еще Как Очень Важно Это Все Понимать Конечно Кому Мне Еще Обращаться Как Не Христиан Вы Читаете Это Вы Ученики Его Мы Сейчас Еще Об Этому Будем Много Сегодня Читать Кто Вы Так Если Вы Ученики Вы Поступайте Так Как Я И То Что Вы Любите Друг Друга Как Я Вот Иисус Позволил Себя Петру Защищать Саму Истину Ну Куда Еще Истине Друга Своего Любящего Учителя Своего Бросился Защищать Полагать Душу Как Он Только Что Клялся Иисус А Иисус Ему Сказал Что Когда Придет Именно Мы С Вами Я Проглотил Этот Момент На Сам Дели Там И И не Только Про Предательство Иуды Было А Нет Мы С вами Все Правильно Так Мы С вами И Дошли До Этого Да Давайте Только Дочитаем Господи Почему Я Не Могу Ити За Тобой Ведь Я Душу Мою А Иисус Говорит Сейчас Ты Не Можешь Ити По Плоти Он Мог Мог Иисус По Суть Его Призывал С Собой На Крест Да Вы Просто Не Готовы Садитесь Кому Отцом Уготован Кто Внутри Созрел Что Такое Уготован Отцом А Вы Не Созрели Он Тогда Янус Иакум То же Самое Говорил Они Не Были Никто Из Них Не Был Готов Повиснуть Со Христом По Левую По Правую Руку В Царстве Его Повиснуть Да Туда В Царстве Давида Они Все С Помните Хорошая Песня Апостол Андрей Повиси Ко На Нем Господи Почему Я Не Могу Ити Ведь Я Душу Положу Так То Ты Положишь Ты В Этому Не Достиг Совершенства Любви Душу Твою За Меня Положишь Истинно Говорю Тебе Не Пропоет Петух Как Трижды Отречешься От Меня А Вот Когда Тебе Без Оружия Сейчас Я Луку Открою Тут Как Раз Этот Момент Как Видите После Ареста У Меня Вот Это Вот Картиночка Где Петр Поет Петух Там Полуки Как Раз Идет Сразу Этот Момент Душу Мою Положишь Вот Когда Без Меча Тебе Предъявят Претензию Что Ты Мо Ученик И Проповедник Любви Вот Тогда Ты Готов Будешь Вместе Со Мной Повисеть Повиснуть На кресте Нет Трижды Отречешься От Меня От Меня Всегда Читайте Как От Любви От Истины Не Сможешь Ты Не Достиг Еще Этого Поэтому Сейчас Ты Не Можешь Но Придет Время Когда Ты Пойдешь За Мною Когда Достигнешь Очень Важно Читаем Дальше 14 Да Не Смущается Сердце Веруйте В Бога В Меня Веруйте В доме Отца Моего Обители Много Если Бы Не Так Я Сказал Вам Иду Приготовить Ну Ладно А куда Вы Иду Вы Знаете Путь Знаете Опять Его Фома Уже Спросит Господи Не Знаем Куда Идешь И Как Можем Знать Путь Он Говорит Я Есть Путь Истина И Жизнь Да Все Таки Зафиксируем Этот Момент Еще Раз Кто Так Иисус Что Значит Сейчас У меня Еще Очень Много Будет Картинок Знаете Одна Из Моих Любимых Это Вот Это Вот Где Такой Иисус Как Призрак И мы Все За Ним Следу Неся Свой Крест О чем И научил Здесь Он То же самое Я Просто Сюда Не Вставил У меня В одном Евангелии Тут Одни И те же Картинки Порой К этим Фразам Да Потому Что Евангелие Об Картинки Добавить Где Опять Но У меня Она Вверху И она Просто Ушла Вернее Вот Она Потому Что Это Все Кто Там Когда Я Проповедь Читаю Про Этот Эпизод Он Вот Как Начинается Что Как Прославится Что Это Любовь И чем Эта Любовь Заканчивается Вот Она Иисус Все Об Этому Говорит Просто Мне Текст Сдвигается Хорошо Чтобы Картинка Фиксировалась Глубокая мысль Что Вот Я Есть Путь Истина И жизнь Так Как Иисус Поступал Если Иисус Учил Тому Чего Не Сделал И В Евангелии Нет Эпизода Который Это Как Б Описывает Но Бессмыслен Евангелие Не Зря Лука Сказал Все О Иисус В Евангелии О Жизни И И Иисус Христа Я Всегда Говорил Что Иисус Все Что Делал Комментировал Словами То есть Проповедовал Наоборот Все Что Проповедовал То есть Вперед Он Наоборот Поступал А потом Комментировал Говорил Что Расскажи Нам Притчу Или Что Значил Твой Поступок А Почему Ты Так Ответил Помните Сколько Так Эпизодов Почему Ты Так Поступил Почему Развернулся Не Пошел Что Значит Что Ты Исцелил Мы Ничего Не Понимаем Вот Он Говорил Или Наоборот Он Сначала Учил Потому Что Это Еще Невозможно Исполнить Он Не Мог Сразу Отдать Свою Жизнь Человек Учил Потом Когда Пришло Время Как Мы С вами Сегодня Читали Настал Он Это Сделал Настал Что Знаешь Что Это Образ Созревания Каждого Когда Уже Чек До Тогда Иисуса Возношение Обвинить Потом Его Учеников Когда Они Достигли Этого И Петр И Павел Почитайте Деяния Книгу Послания Апостолов Которые Говорили Да Восхваляли Как Говорят Сами Себе Просто Они Говорили На том Уровне Котором Они Есть Да Мы Вот Этого Достигли Да Павел Павел Нет Он Сам Уничижал Себя Кто Говорил Подражайте Мне Как Я Христу Причем Христа Он Никогда В жизни Влаза Не Видел Если И Видел То Малым Малым Отроком Вообще Ребенком Как Он Призывал Подражать Ему Как Он Христу Очень Важно Ничего себе Смиренный Апостол Очень Важно Да То есть Еще раз Зафиксировали Иисус Есть Путь Истинная Жизнь То есть Как Он Поступал Да Ладно Про отца Мы Пропустим Да Никто Не Приходит Ко Мне Как Только Через Отца Об Этому Во всем Говорю Никто Не Приходит В царство Любви В царство Свободы Вечности Любви Как Через Путь Христов Путь Жертвенной Любви Опять Как Видите Картинки Одни И те Ж Только Я Уже Здесь Даже Со Словами Главными Но Это Откуда Христолюбец Кто Знает Откуда Я Взял Это Еще Прощальный Ужин Заметьте Идете Идет Иисус Говорит Если Любите Меня Соблюдите Мои Заповеди Три Раза Говорит Одно И то же Кто Имеет Заповеди Мои И Соблюдает Их Я Пропускаю Потому Что Я Умолю Отца Он Три Раза Говорит Если Любите Меня Соблюдите Мои Заповеди То Любите Друг Друга Вам сказано Любите Ближний Нази Врага Сво А Я Говорю Любите Врагов Ваших Прославляйте Благословляйте Молитесь А Кто Любит Меня Тут Будет Возлюблен Отцом Моим Я Возлюблю Его Явлюсь Ему Сам Кто Любит Меня Тот Соблюдает Слово Мое И Отец Мой Возлюбит И Мы Придем К нему Обитель Него Сотворим Где Тут Есть Еще Наоборот Где Кто Не Любит Кто Не Соблюдает Ладно Целиком Читать Я Пропускаю Заканчивается Тем Но Чтобы Мир Знал Что Я Люблю Отца Как Про Любовь И Как Заповедовал Меня Отец Так И Творю Встаньте Пойдем Отсюда И Вот Они Выходят И Вот Они Выходят Вы Знаете Здесь Так Почему Хорошо Совмещают Евангелие Да Ване Мы Видим Как Он Говорит И Чтобы Мир Знал Что Бел Отца Как Избавил Меня Отец Так И Творю Встаньте Пойдем Отсюда Здесь Так Звучит Встаньте Пойдем Отсюда Вы Знаете Когда Мы К Луке Сегодня Прямо Как Я На Луку Все Риме Что Даже Других Не Касаемся Ну И Не Будем Касаться Уже Когда По Этот момент Просто Зачитаю Тогда Чтобы Кто Не Верит Или Еще Что Тогда Иисус Сказал Но Теперь Кто Имеет Мешок Тот Возьми Его Так Же Сумку Все Прощальный Мужин Только Уже Лука Нам Так Подробности Сообщает А У Кого Нет Продай Одежду Свою Купи Меч Вот О Каком Мече Говорил Иисус Разве Железном Нет Конечно Меч Слово Божье Ибо Сказываю Вам Что Должно Исполниться На мне И тому Написанным И к злодеям Причтен Ибо То Что Обо Мне Подходит К Концу Они Сказали Господи Вот Здесь Два Меча Иисус Сказал Довольно Здесь Бы Хорошо Совместить Два Евангелия Довольно Встаньте Пойдем Отсюда Они Ничего Не Поняли Ничего И Выйдя Пошел По Обыкновению На Гору Илеонскую За Ним Последовали И Ученики Его И Мы С Вами Переходим Куда Вот Они Пошли На Гору Илеонскую Встали И Вышли Я Пропущу Обзац Потому Что Я Уж Тоже Устаю Уже Полтора Теса Иисус Говорит Я Естественно Виноградная Лоза Отец Мой Виноградарь Всякую вещь Вет Не приносящую Плода И Вы Видите Опять Та же Самая Картинка Иисус В виде Образа Призрака Мы За Ним Все Следуем Неся Свой Крест Ученики Его Тем Прославится Отец Мой Помните 13 глава Началась Когда Час Мой Пришел Прославите Отца Отец Во Мне Я В нем Если Вы Принесете Много Плода И Будете Моими Учениками То Есть Это Опять Просто Образные Слова Принести Плод Быть Учеником Христа И То Это Как Равенство Если Вы Если Принесете Плоды А Плоды Это Дела Тогда Свет Свет Ваш Перед Людьми Чтобы Они Видели Ваши Добрые Дела Прославляли Отца Небесного Дерево Познается По Плоду Иисус Говорил Как Дерево По Плоду Так Человек По Делам Иисус Говорил Плод И Дерево Это Синонимичные Слова Плод Это Образ Символ Слова Дело Если Будете Творить Дела Добрые Будете Моими Учениками А Ученики Кто Такие Любить Друг Друг Помните Только Выше Он Им Это Сказал Как Возлюбил Меня Отец И Возлюбил Вас Прибудьте В любви Моей И Еще Кстати Вот Именно Как Возлюбил Меня Отец Отец Любит Иисуса Бог Отец Да Иисус Сам Говорит Бог Любит Меня Это Ответ Опять Всем Кто Марису И всем Кто Говорит А как Живот Залюбящих Меня Как Хороший Перевод Греется Хороший Залюбящих Здесь Отец Любит Меня А Чего Бог Отец Не Защитил Иисуса Такие Издевательства Ему Придется Терпеть Такой Ужас Всю Трехлетнюю Проповедь Из горы Хотели Сбросить И камнями Побить Неоднократно Пытались Где Ж Отец Чего Ж Не Заступается За Сына Своего Петр Попытался А то Бог Может Некогда Ему Или Слабенький Петр Заступается Иисус Не Позволяет Не Позволяет Ни Богу Отцу Так Небесному За себя Заступаться Не Петру Бредни Протестантов Оставьте Для себя Если Вы Чепуху Блевотину Верите Чем Исказили Всю Жизнь И учения Иисуса Христа О том Что Якобы Иисус Должен Скупить Был бы Грехи Не Скупил Был бы Все Туда Погибли Это Все Бредятина Протестантов Ведет Людей Только На Дно Ада Иисус Пришел Дать Пример Жертвенной Любви Пример Но Он Не Призывал Себя Убивать И Не Хотел Чтобы Его Убивали Хотел От этого Человечества Отговорить Но Отдает Себя В руки Грешникам Чтобы Явить Жертвенный Пример Жертвенной Любви Но Он Это Не Одобряет И Не Гладит И Поголовки За Это Чтобы Он Исполнил Дело Спасения Это Протестантская Чушь Как Я Соблю Заповеди Отца Да Я Начинаю Ускоряться Ускоряться Не Надо Мы С Вами Куда Подобрались 15 Глава 13 Стих Про Больше Той Любви Как Возлюбил Меня Отец Я Возлюбил То есть Мы Видите План Как Раз Дошли До Всего Это Прибудьте В любви Моей Прибудьте В любви Моей Любовь Моя В вас Прибыть В ней Прибывать В чем То есть Что-то Во мне Прибывает Как И Я Соблю Заповеди Отца И Прибываю В Его Любви Это Я Вам Сказал Да Радость Вас Прибудет И Радость Ваша Будет Совершенно И Это 11 Стих 12 Это Есть Заповедь Моя Да Любите Друг Друга Опять То же самое Что произнес Сидя На Прощальном Ужне А теперь Они Идут По дороге На Илеонскую Гору В Гефсиманский Сад Это Сказал Я Вам Это Есть Заповедь Моя Да Любите Друг Друг Как Я Как Я Возлюбил Вас Я Даю Вам Пример Во всем Как Иисус Любил Своих Учеников Как Он Позволял Любить Себя Это То же Самое Зеркально Он их учил Ты правильно Меня любишь Или неправильно Когда Иисус Взял меч Любя Его Попытался Дела Любви Своей Проявить Отрезая Головы Своим Арестантам Иисус Запретил Он сказал Ты неправильно Меня Ты меня Любишь Но дела Твои Неправильные Ты неправильно Меня Любишь Да Чувств В тебе Есть Любви Но Проявляется Она Неправильно Оно Проявляется В любви Ко мне Любви Ближнего И ненавидение Не врага наших Моего Твоего Мы с тобой Одно Ты Петр Ученики Ну я учитель Ты ученик Мы с тобой Одно А вот это Враги И ты живешь По принципу По ветхозаветному Люби Ближнего Ненавиде Врага Своего А я Говорю Любите Врагов Ваших Как я Возлюбил Вас Ибо Нет И то Это я тут Ибо Подставляю Ну неважно Тут может Синодалин Точка стоит Нет Больше Той Любви Как Если Кто Положит Душу Свою За Друзей Своих Ну я Вам Говорю В грецком Переводе За Любящих Его И Правильный Перевод Отдаст Жизнь Свою Не Забирай Чью То Не Будет Не Бояться Отдать А Отдаст Жизнь Свою Заметьте О чем Он Все Рем Говорит Иисус Будет За Кого-то Из Учеников Своих Рубить Кому-то Голову Пойдет На Революцию Ведь Учеников Его Тоже Пытались На Сам Деле Вместе С Ним Повязать Может И Казнить Сейчас Будет Про Учеников Иисус Будет Отцу Молиться О том Что Он Сохранил Всех Если Кто Положит Душу Свою За Друзей Своих Иисус Чему Учил То Сам Исполнял Он Кого-нибудь Зарезал Он Кого-нибудь Убил Он Кого-нибудь Посадил Он Кому-нибудь Что-нибудь Плохого Сделал Нет Вы Друзья Мои Если Исполняете То Что Я Заповедую Вам Ну Это Ладно Это Тоже Любит Искажать В том Плане Что Как раз Вот Именно Если Ты Друг Иисусу Не То Что Ты Верешь Но Что Ты Исполняешь Заповедую Я Уже Называлась Рабами Брав Не Знать Что Делал Господин Его Но Назвал Вас Друзьями Потому Что Сказал Вам Все Что Слышал От Отца Моего Не Вы Меня Избрали А Он Дал Вам Это Заповедую Вам Да Любите Друг Друг Это Дела Любви Близость С Иисусом И Богоподобие Если Мир Вас Ну И тут Опять Что Такое Положить Душу Что Такое Быть Его Учеником Как Иисус Полагал Душу Вы Думаете Это Я Все Наговариваю Да Он Сам Прям Во Первых Его Жизнь Об Этому Свидет И Его Слова Опять Если Мир Вас Ненавидит Знайте Что Меня Прежде Вас Возненавидел Если Были От Мира То Мир Любил Б Свою А Как Вы Не От Мира Но Я Избрал Вас От Мира Потому Ненавидит Вас Мир Помните Слово Которое Сказал Вам Раб Не Больше Господина Своего Если Меня Гнали Будут Гнать И Вас Что Значит Полагать Души За Друзей Гонят Меня Гонят Будут Гнать И Вас Если Мое Слово Соблюдали Будут Соблюдать И Ваше Но Все То Следует Вам За Имя Мое Потому Что Не Знают Пославшего Меня Все Это Сделают Вас Будут Гнать Иисус Не Учит Неужели Иисус Похож На Царя Который Перед Войском Скачет Вот Это Его Последние Речи Только Что Мы Прочитали Теперь Узнали Откуда Этот Стих Вырван Вот У Вас Создается Картина Мира Такого Милитаристического Иисуса Или Даже В Гражданской Ну Да В Бытовухе В Гражданской Такой Бытовом Убийстве Бытовых Скандала Что Иисус Учит Чему Защищать Свою Семью С Мечом В руках Кого Задушить Кому Все Зубы Выбить Если Он Быканул На Твоих Родителей Детей Или Женой Или Друга У У Вообще Такая Картина Мира Возникает Кто Цитирует Евангелие Вы Хоть Когда Ни Читали Иисус Наоборот Говорит Когда Вам Все Вот Мне Все Это Делают А Я Люблю Вы Когда Будете Идти Путем Моим Вам Все Будет Делать И Если Вы Идете Моим Путем То Все Взаимосвязано Если Вы Идете Значит Вы Мои Ученики Значит Вы Должны Им Идти Таким Путем Замкнут Икру Решил Поступаю И Становлюсь Но Все Займ За Любовь Да То есть Даже Когда Иисус Проявлял Его За Любовь За Добрые Дела Какой Добрых Дел Хотите Побить Камнями Как бы Не за Добрые Дела А за Богохульство Нам В голове Придуманное Если Бо Я Пришел И Говорил Им То Не Им Бо Греха Теперь Не Имеет Извинения Во Грехе Своем Ненавидящие Меня Ненавидят И Отца Моего Если Б Я Створил Между Ними Не Сотворил Между Ними Дел Каких Никто Другой Не Дел То Не Имели Бо Греха Теперь И Видели И Возненавидели Меня И Отца Моего Но Досбудется Слово Написанное В законе Их Возненавидели Меня Напрасно Когда Придет Утешитель Который Пошлю От Отца Дух Истины Которые От Отца Исходят Он Будет Свидетельствовать Обо Мне А Также И Будет Свидетельствовать Потому Что Вы Сначала Со Мною Дальше Все Идет Шнадцатая Глава Это Сказал Я Вам Чтобы Вы Не Соблазнились Изгонят Вас Из Синагог Как Тебе Придется Душу Полагать Вот Смотрите Ведь Эта Фраза Была Здесь Сказана Где Иисус Что Небудь Говорит Как Надо Защищать Почему Мы Все Это Вкладываем В Речь Иисуса В Его Жизнь Воучение Чего Вообще Нет Изгонят Вас Из Синагог То есть Кого То Будет Прессовать Здесь Иисус Подразумевает Что Вы Будете Либо В Числе Этих Против Кого Зло Твориться Ну Либо Вы Будете Рядом Опять Как Иисус Друзья Знакомые Мы Все Кому То Приятели Нигде Иисус Не Учит Как Надо Кого Нибудь Душить Убивать Губить Закрывать Праведно Как Говорят Или Неправедно Тем Более Даже Праведно Вот Именно Как Мы Сейчас Говорим Что Фразу Можно Подтянуть Под Какое Праведное Насилие Праведное Лишение Жизни Или Свободы Иисус Говорит Это Я Сказал Чтобы Вы Не Соблазнились Вот Именно Наоборот Когда Все Это Настанет С вами Не Соблазнились На Что На Зло Вас Изгонят Из Синагог Даже Наступает Время Когда Убивающий Вас Будет Думать Что Он Тем Служит Богу Богу Читай Любви Добру Да Ты Из Любви К Ближним Делаешь Да К своей Отечеству Да Секте Церкви Как Там Называют Религии Нации Отечеству Жене Ребенку Но Ты Другому Зло Творишь Так Будет Поступать Потому Что Не Познали Ни Отца Ни Меня Читая Как Любви Но Я Сказал Вам Это Для Того Чтобы Вы Когда Придет В Я Секне Читая О Секне Значит Eventually говорю вам лучше бы для вас чтобы я пошел бы если я не пойду удержите ли не придет к вам что это значит у тебя не придет к вам и айс пойду то пошлю к вам и он придя обличит мир во грехе и о правде о грехе о правде о суде о грехе что не верует меня правда что я иду к отцу моему же не видит меня я суде же что князь мира этого сужден перевожу на русский язык здесь очень замудрую речь иисуса если я не по если я не совершил вы не увидите этого это пишет не забывайте евангелист иоанн богослов апостол любви познавший потом что как он сказал и петру сейчас не понимаете потом поймете почитайте действительно сравните жизнь петра в евангелии его письма в сборнике посланий апостолов и сравните евангелие даже то она ну там и самого иоанна из евангелия с его посланиями где он говорит мы познали любовь божья и что бог есть любовь в том что он положил душу свою положил жизнь свою опять положил опять послание она будем это стать положил отдал свою жизнь не с мечом в руках не защищая учеников своих им тоже грозил этот арест они все разбежались никто с ним не захотел положить свою душу и он за них не рубил и себя не позволил защищать их не стал защищать с дубиной в руках с автоматом с пистолетом или карой или огнем с неба чем яков и он хотели промышлять буквально за неделю до этих же событий это очень важно поэтому когда вы увидите если я не пойду то есть если я сейчас не отдам свою жизнь дух утешитель дух святой дух дух божий дух любви как вот только не называют все это об одном все эти наименования не придет к вам почему то что вы не узрите не в себя его не примете вы поймете что сделал иисус когда если этого не сделаю вы не принять а когда я сделаю поймете что такое любовь и в том что я поступил так увидите что бог есть любовь еще много имею сказать вам но вы теперь не можете вместить почему я вам и перевожу как уже вместившие как ученики потом своих посланиях мы видели что вместили до когда пришло время сейчас они не вмещают ничего не вмещают два меча вот да кто больше кто меньше там выясняют на прощальном ужине они не способности но нам говорит как и я говорю но после каждого слова кто-то вмещает я же вижу точно так же иисус не не зря говорил тут же они не вместили со временем вместили так ясно скацу видит этот судей еще много места не можете вместить когда же придет он дух истины то наставит вас на всякую истину ибо не от себя будете говорить но будете говорить что услышите будут и будущее возвестит вам он прославит меня потому что от моего возьмет от любви возвестит вам все что имеет отец есть моё потому и сказал что от моего возьмет возвестит вам вскоре вы не увидите меня и опять вскоре видите меня ибо я иду к отцу но здесь иисуса воскресенье говорит так ну ладно мы это немножко пройдет пропустим теперь веруйте но тут про воскресенье они не веруют так пытаются убедить что он воскреснет и очень важно ведь почему скал 5 глав прочитаем все 17 глава там я немножко срезал там они про воскресенье опять опять не принимают опять не веруют что он воскреснет им помню они не верили по его воскресенье не верили друг другу сколько раз про это воскресенье это они не веруют но и а вот я хочу еще прочитать 17 глава опять то же самое все они вот как похоже я их блоком беру 13 14 сам прощальный ужин 15 16 их не беседа по дороге и 17 молитва иисуса уже в самом саду после их слов иисус возвел очи свои на небо и сказал отче пришел час прославить сына твоего фонда 13 глава начинали до прославился отец и отец и не сын в отце да и сын твой прославит тебя чем истинной любовью до явив нам эту любовь так как ты дал ему власть над всякую плотью до всему что ты дал ему даст он жизнь вечную съели есть жизнь вечная да знаю тебя единый истинный бога после того иисуса христа ко всем говорю я когда вот убеждаюсь христиан все вы не верите в жизнь вы не верите в любовь вы не верите в то что вы что эта жизнь для человека познавшись он просто от на земле посмотреть каком аду мы живем посмотрите в каком аду мы живем человек нормальный познав уже хочет просто вот как есть такая картинка там себя разодрать просто уже тело духовное хочет просто вылезти из этой кожаных одежд до звериных которые одеты после нашего первого грех падения за убийство животного до вылезти уже и все и пули туда отправиться туда где ты сам созрел до этого царства любви где никто никогда не творит зла это табу и и сколько может творить добро все хотя там уже в нем никто не нуждается дает все сверху вот это очень важно не верит в это держится за эту жизнь трясутся да как же я там детей родители родители вдвое ради родитель уж там еле ходят нет все на там и жизнь продать какие вы христиане в какую вечную жизнь вы верите а я вам скажу почему не верит тоже были грешники за многими очень полно грехов вот такие кстати в том числе вы не дозрели тоже когда ты дозреваешь тебя просто туда немая верно тянет ты уже там весь ты мечтаешь как павел сказал разрешится то есть умереть или как это говорят ну у христианина нет смерти разрешится то есть раздеться в этот снять все и со христом быть и как по церковно-славянски да вот это вот это дозревание кто слышит от меня все время таких фразы до мечтаю разрешиться со христом быть в его царстве любви где никто никому зла не причиняет да и сколько может дарит радости через добрые дела хоть там каждый сам может плод сорвать но когда мы срываем и угощаем друг друга это дела любви это нам приносит просто счастье сия же есть жизнь вечная да знают тебя един истину богу да познает любовь и послан табу иисус христа явившуюся это любовь я прославил тебя на земле совершил дело показал путь который ты поручил мне исполнить и ныне прославь меня ты отчу тебя самого славу который я имел тебя прежде бытия мира и открыл им имя твое как иисус открыл имя бога любовь сущность которых ты дал мне прежде мира я открыл имя твои людям которых ты дал мне от мира они были твои ты дал их мне и они сохранили слова твою ныне уразумели они что все что ты дал мне от тебя есть ибо слова которые ты дал мне я передал им и они приняли и уразумели истины что я шел от тебя и уверовали что ты послал меня и еще один момент который мы продолжаем читать уже в горле сушняк жутки и я о них молю заметьте что делать иисус опять ответа марису и всем кто хочет понять разобраться этих вопросов как он сказал сам же меня вопросил да как же с близкими с родственниками вот что делает иисус как он как мы сейчас мы с вами сегодня видели ясную картину как свою любовь к любящим проявляет бог отец хотите к иисусу мы с вами посмотрели да иисус к своим любящим и как любящий иисуса проект небом и мы видим все поправки да иисус гордо бог отец так скажем правильно поступает вот он да я творю добро он не вмешивается да я являю жертвенной любовь то же самое иисус предлагает делать своим ученикам они отказываются когда они проявляют отказываются как иисус это предлагает ими и показывает делать они так не хотят делать отдавать своей жизни когда они может быть и положив свою но до забирают чужие он говорит что это неправильно мы с вами все это видим вот и здесь он говорит я о них молю а все что делает изгод какая правильная любовь мире молю но а тех которых ты дал мне потому что они твои и все мои твои твои мои я прославился в них как прославиться можно как бог в нем прославился иисус так они так и я в них прославлять иисус поступает так как бог а ученики поступают так как иисус тем самым поступая как бог а как иисус поступал ничьей жизни не забирал я уже не в мире но они в мире я к тебе иду отче святой соблюди их во имя твою тех которых ты дал мне чтобы они были едины как и мы когда я был с ними в мире я соблюдал их во имя твое тех которых ты дал мне я сохранил и никто из них не погиб кроме сына погибели да сбудется писание очень важный стих 17 глава 12 с них иисус когда ходил еще раз вам картинку отставлю напоминаю когда мы проповедовал мы видим что его побить и убить хотели где там по луке смотрели четвертая глава откручиваем картиночку берем и туда начиная с того со своего первого маска дня проповеди когда его пытались убить сбросив со скалы через все перипетии жизни проповеднической сколько раз его хотели схватить арестовать без суда и следствия кстати побить его камнями тоже хотели без суда и следствия неоднократно просто так до великие иудеи и фарисеи законники все соблюдающие закон моисеева человека готовы просто так зашибить где-то в подворотне и всех делов очень важно понимать это вот чем все это заканчивается то бог хранил его да ну бог сам иисус кто знает что у меня хоть тоже язык переплетается хоть я знаю что иисус боксер и говоря об отце то познал истину смотрим мои другие ролики кто знает что он одно да но он сам выражался для не познавших истину но вот так вот я вот тоже так выражаясь словами иисуса якобы разделяя бога иисуса разве иисус их не хранил а как вот вдумайтесь еще раз и совместите вот этот стих который мы с вами сегодня якобы изучаем благодаря которым посвятили это видео нет больше любви как если кто положит душу свою за любящих его и иисус говорит я сохранил их всех которых ты дал мне я сохранил и никто не погиб кроме сына погибели да сбудется писание а кто и сын погибели иуда а он как погиб его иисус зарубил или кому или кого кому-то позволил иуда зарубить нет он просто предал христа пошел покончил собой да сам ушел все как иисус хранил их вот как иисус хранил своих учеников с автоматом в руках с пистолетом кулаками защищал кого-то стулом огрел когда кто-то кому-то там приставать начал ну как он их сохранял послушайте опять я хочу обратиться конечно же мои ролики грешник может быть там услышит что-то у нее зашевелится но в один день поменяться мало кто может я обращаюсь в основном конечно христианам как иисус был послал погибшим овцам дома израиль так я всего что я послал к погибшему стаду христов овцам стада христова называемый христиане якобы которых засилие на земле там до больше двух миллиардов одних католиков якобы чуть ли там не миллиарда где нет христиане где вера вечную жизнь где вера в любовь вера желательно бы знание уже где в свободу нет ее где это вера во всемогущего богу любовь где она он что не защитит я не зря вот здесь иллюстрацию сделал такой младенчик в руках божьих наверняка картинку нашел не там не был по названию ну мне она об этом говорит там на заднем фоне понятно ну короче как руки божьи хранят ребеночка и в библии я уже давно правда это редко цитирую что я помню как-то в начале своей проповедческой деятельности очень часто цитировал из ветхого завета до бога что если мать оставит грудное дитя свой то я не оставлю тебя никогда очень важно очень важно действительно глубокая мысль говорящая опять нам о чем то что бог есть любовь наш творец создатель и ходят в бог иисус сказал бы нам друг как он сам сказал не назывался рабами друзьями он же нам отец и мать и промыслитель все это жизни устроит если вы веруете что ваш час не пришел еще либо будет возможность убежать когда вот эти все знаете происходит какие-то там страдания по жизни те же самые войны если вас сейчас не пришел вы не чувствуете об этом много раз говорил слушать опер связь возможность и как мы с вами я не зря вам сколько сегодня раз эти картинки по кругу показываю сейчас во время и видео иисус убегал уклонялся когда не пришел его час начинает этого луки когда он как-то там вырвался непонятно как но он с них может они замешкали стали ругаться кто стал все-таки может его защищать том что там в евангелии ну непонятно как-то не написано до написано что по крайней мере синодальный как мы читаем построен был чтобы сбросить но он проходя посреди них удалился как они вот так потеряли или он там как-то вырвался все-таки может такие слова русские уж синодальный перевод там пройдя может вырвался проскользнул среди них удалился как там было не суть важно мы видим что его хотели сбросить он как-то этого избежал мы видим как он избегал всех этих когда его пытались поймать он действительно уже после первых уже когда там написано сговор против него же явно сделали иисус об этом знал на самом деле все свои основные время из трех лет проповедческой жизни он же не вирусалиме прям проповедовал вирусалиме что только уже на праздник приходил сегодня же об этом говорил да когда был большой стень народа вот там много добрых дел творил исцелял за него народ тогда еще как-то топил хотя как он сказал никому себя не веряет потому что сегодня кричат осанна сыну давидова чем действительно в реальной таксти так и было вчера кричали на следующий день его распяли на самом деле там не прямо на следующий в течение несколько дней все это было ну для контраста так говорится вчера действительно кричат осанна благословен грядущий во имя господне а завтра качат распли его кровь его на нас и на детях наших вот это вот иисус действительно три года я все были слушать если бы он сразу себя предал в руки грешников он бы не бегал всему свое время и ты созреваешь он как бы показал путь человека и получай к внутреннего созревания этого готовности потом отдать себя вот на самопожертвование в общем чему мы сейчас и подходим я даже в принципе я хотел только от 15 главу от это это молитва иисуса в гефсиманском саду принципе самый важный момент это вот именно вот на этом я хотел бы в принципе остановиться как вы видите свою речь как бы к этому и перевожу что чем это все закончилось и когда иисус реально созрел ну он то и понятно бог любовь он до этого не зрел но мы видим ну чтобы вам не право я чёт начал листать то есть мы дальше что что после этой молитвы все приходит с копьями мечами с факелами иуда посреди них до дав им знак кого поцелуй тот и есть иисус его даже в лицо ты не знали там все эти арестанты или толпа которая бесноватая там шла и все иисус придает себя в руки и он начинает калашматить уже когда как у нас менты издеваются когда человек даже еще ни в чем не обвинили до любой обвиняемый и осужден и даже человек за какое-то преступление недостойки других там больших кар и издевательства у нас там творится швабрами насилуют в тюрьмах или там день в гуантанамо в американских или в русских там это не суть важно китайских японских и так далее да он отдает себя уже в эти руки до его судят и синдрион эти религиозники его там публично его избивают пока его только ведут в юрусалим его естественно калашматит написано начиная с этих самих священников которые мы там решают пощечину вдруг да там тоже великолепный момент великолепные сами понимаете как такие слова можно применять в плане что иисус деятельно явил как там щеку подставлять и все да и он прекрасную вещь им сказал он сказал там кто его ударил что если я не прав скажи в чем я не прав а если я прав то что ты бьешь меня да вот потом я вообще отдали там все стали калашматить про реки если пророк на скажи кто тебя ударил до прекрасного каждого знал до по роже кто его ударил являл что что он бог любовь вот еще раз это все я все что сейчас говорю это ответы на этот вопрос как поступать марис написал вот так поступать говорит правду я про удар щеки игру найдете все вот там в любви к врагам к личным вот не зря я поделил хорошо вот те в щеку ударили там в основном кстати это ролики про щеку тоже там да это очень важно тоже иисус не это тоже правильно понимать почему-то иисус не промолчал не склонил свою головку ответил ему дал ему правильный ответ попытался до конца бог не хочет смерти грешника может за этот поступок в аду будет гореть почему-то жало сущность он пытается его изменить пытается до последнего этому войну даже проповедную кто там этот был неважно там тоже был каким-то священником низшего уровня левитом или храмовым охранником неважно кто-то ему там написано сильно с кулаком иисусу там вдарил потому что он якобы дерзит первосвященнику потом его предают на суд пилаты усеем калашматит более того вот по и она вообще вот я просто хочу подивитесь мы всегда так читаем евангелие 19 глава тогда пилат взял иисусом там пытался на его оправдать все это все я взял иисуса и велел бить его и сразу вся 19 глава уже идет на распятие и воины сплеща венец и стерна ведь один стих всего и помню даже картинки не было мне сразу была картинка где воины издевались а ведь то что иисуса бичевали то что у того же самого этого мела гибсона фильмов страсти христовы там показано весь фильм как иисус там избивают ну и распинают да там избиение немалую часть занимает ванны мы читаем мы можем даже порой этот стих не заметить слушайте здесь 7 слов всего тогда пилат взял иисуса и велел бить его это же ужас не вы посмотрите про страсти христова кто никогда не смотрел это же просто ужас о каком забрании жизни вообще как и заметим почему сейчас отговорю показываю иисуса вот читая или где-то услышав какие-то цитаты не просто там нового завета может это апостол было и там тоже еще те красавчики они сразу ко всему пришли мы не знаем как писались их не послание в какое время на какого уровня достигли но иисус это бог любовь явившийся во плоти он нам по плоти показывал лишь длину пути он-то был любовью воплощенной изначально да я вот этот путь жизни что сначала там бегал этом по плоти для нас показывал как мы растем как мы возрастаем не до сего дозреваем если вы рука хотите он играл эту роль для нас чтобы дать нам пример он сам об этом все время говорил поступайте так как я я дал вам пример мы даже сегодня с вами любите как я сколько раз он об этом говорил следуйте за мной неся свой крест все время об одном и том же вот как можно выдирать слова иисуса посмотрите на его жизнь особенно кто знает ну кто знает я прекрасно понимает умышленное дело это дети дьявола но для тех кто возможно вот как морис написал что он вот я не уверен на сто процентов да но разве не сам иисус говорил разве можно быть больше любви его тут говорит что убивать якобы даже личного там врага а по сути враг моей жены мой враг да она мне друг я вот за нее неважно все наши дети жены и родители по идее вообще должны быть нашими друзьями я уж не беру то что так и на самом деле это не является так зачастую к сожалению вот но по-хорошему должны все для дружбы это высшее состояние любви на самом деле вот иисуса бьют причем к и на наказу потому что бичевание было одной из наказаний за преступление просто пилат надеется что избив его до полусмерти им этого хватит он сможет таким способом его избавить от смерти пилат лоханулся их это не удовлетворил потому что они требовали крови полного его уничтожения христа получается он его раз наказал до избив до полусмерти и все равно отдал им на распятие написано до войны опять даже пока он ждет там истекая кровью еще войны над ним издеваются там венек тернового венец знаете что такое это вот терн посмотрите в израиле тут и шипы вот такие из палец тут у меня вот слива растет где дичком где так там вот такие шипы это не дай бог на кольц не же острый невыносимо отернут вот такие вот шипяки да и суть неважно такие такие как будто такой в голову вопьется мало будет и вот издеваются над ним там как только могут и плюют и бьют написано там над ним били по щекам верит мы так читаем так написано били по щекам ну да уйди противные они там ему нет калашматили почем зря это же изверги все эти войны все полицаи вот опять пилат уже его всего окровавленного избитого измученного выводят пытается все таки у последняя надежда что у людей хоть при виде этого ужаса что-то ёкнет ничего у них не ёкает до кричат чтобы его распяли тогда наконец он предал им его на распятие и взяли иисуса и повели иисуса ведут на распятие и убивают на кресте я тут так он пытаюсь уменьшить чтобы две картинки мы с вами вот так на экран они как раз поместились и заканчиваем и в принципе да получается ну нет не заканчиваем два часа ерунда так сколько там не интересно осталось смотреть сколько сдулась а я еще живой я-то говорю а вы слушаете мне уж самого все нет я сейчас еще современности мы с вами сейчас с историей иисуса закончим я конечно же все это к реальным событиям притянув все покажу чтобы мы на реальных примерах а то мы любим тоже там там все так с иисусом да ну почему-то реально жизненно применить абсолютно не можем чем заканчивается как иисус полагает свою душу о чем он все время говорил к чему призывал ничьей жизни он так не забрал будучи богом любовью вершимся во плоти кстати во время ареста его мы видим в одном из евангелий что-то именно когда вы спрашивали ты ли иисус да он как это сказал как-то какая-то энергетика из него вышла что написано что все попятились и упали кто пришел его арестовывать кто признает что он бог любовь он понимает что он точно так же как воскресал людей для него забрать жизни эти ничего абсолютно не стоило ко мне тут скупщики всего металла всякие пришли я что-то сбился значиме говорил там в общем вы видите как иисус заканчивает свою жизнь да и вот я вот даже сегодня вот такой ролик записал два часа конечно не знаю сможет ли доказать до конца досмотреть тот кто вот мне задавал вопросы подобные и с кем поделюсь таким роликом давить вот ответ на эту фразу неужели можно увидеть иисуса вот каким-то другим где вот мы практически все евангелие мы его не читали конечно всех дел как иисус конкретно кого-то там воскрешал исцелял помогал насыщал хлебами там до упрощал бури ради спасения своих учеников неужели вот если ты веришь в бога любовь который тебя защищает с тобой что-то случится из того стоит случится что пришло время так прияви свою жертвенную любовь в этом суть смысл и жизни любого человека ну а в первую очередь учеников христовых если их не будет на земле тогда все учение иисус просто пропало оно должно идти по живым ученикам мы должны являть его в себе иисус сказал пойдите сотворить и все что я вас научил как я и и научите и вот так по цепочке жизнью передавайте делать не словах не просто там бубнить евангелие где-нибудь там техни службах там или как там протестантов эти домашние называется я забыл там сходки до развивать в судь до евангелий надо один раз понять в том плане дает достигнуть хотя бы теоретическую познание томате не нужно будет потом только исполнять она очень простой что тут у меня еще по списку то все посмотрели ну переходим от иисуса все то же самое до чего доказать что такое то же самое ислам мусульманство чем он ответ хоза это ничем с игру моисей мухаммед два брата акробата на одном дне ада там в одном круге ада мальтих ляются это естественно только что она как же мы сей не может быть ведь бог там про моисей про все это можете узнать у меня все есть об иудаизме мусульманстве отдельные плейлисты на канале все поймете более того не забывайте хоть псевдо христианство отрицает реинкарнацию бог не отрицает до сказав что и она или это одно лицо мы сижу тысячу раз перевоплотился и я уверен что достиг познания истины может и нет но значит еще достиг может я этот самый мысей да может павел прошлый мысей до потихоньку возрастает так что вот так вот ну вот пожалуйста все это тогда чем отличается евангелие от ислама чем евангелие но взгляд отличается от ветхого да ничем тогда абсолютно ничем люби ближнего и ненавидь врага своего су сказал то ветхий завет я говорю вам противоположные вещи а я говорю вам любите врагов ваш это очень важно и уж прям к самой самой современности понятно что ислама до сегодня дошел ну как бы истоки какие были да ну и к самой современности тролльки уж писал я уже был одно дело люди по незнанию вот еще колеблющиеся кто-то не знает еще что-то кого-то информации не хватило такого нервоззрения взгляда мы все кто прозревал знает как происходит бац и все и ты что-то вот после моих роликов людей нередко точно так же происходит да конечно вот возьмите современный мир там путлера гундяева понять что люди путлер тут стал частенько цитировать у нас евангелие да и уж про гундяева и всю его свору этих осьпов ткачевых всю эту шоблу дьявольскую чего они говорить это люди сознательно сознательно что творят беззаконие сознательно слуги сатаны дети дьявола проповедники смерти это сознательно все что притянули к этому патриотизму вот это вот все это сделано абсолютно сознательно принципе получается что мы конечно завершаем с вами в 2 10 влезли че буду растягивать рекорды что доставить я могу евро есть у меня трехчасовые принципе вот такой вот видео я не знаю как можно эту фразу вызову вырывать из контекста жизни учения иисуса христа тем более в контракте в контрасте в сравнении с историей с жизнь с ветхим заветом то есть жизнью до иисуса христа с жизнью после иисуса христа все это сравнив понять что с ним это никак не вяжется это как только из иисуса христа евангелие не и жизни учения извращает последнем принципе мой скриншот и и на этих каналах вы найдете два плейлиста любовь к врагам своим лично но этот про щеки там побольше таких роликов а вот любовь врагам церкви народа отечества да и пошло-поехало все это вот там вот вот я еще расскажу поэтому просто в оконцовке что что к сожалению это не это нет это не то что не безобидно это отвратительно когда словами иисуса уже словами иисуса если иудеи заповеди божьи подменяли своим преданиями тут слова иисуса просто так извращать вызывая их как вырывая их из контекста вставляя свой контекст что действительно заповеди иисуса подменяют заповедями дьявольскими заповедями человеческими более того заметьте то что ведет на дно ада то есть это полный антипод убийство человека любого это дно ада этими заповедями своими наоборот человек туда опускают тут потому что вы погрузили в картину мира якобы он становится героем выше то высота святости да нет больше той любви как если кто положит душу свою друзей своих картина вот это идеальная которая вас на экране просто идеально здесь именно показано плач и страдания всех этих воинов всех времен и народов всех человечества да это идеально все они будут как все сказал кусать свои локти там будет плач и скрежет зубов и еще последнее в общем я вам даю отсылку к этим двум полу листам на этом все до найдете все на канале и я в подсказках если не забуду то да но я их обычным сант ролики не пересматривание тяжело делать эти подсказки не знаю каком времени пишите в камин они будут все в первом закрепленном комментарии в описании к ролику все есть ссылки если напомнить когда я могу здесь добавить подсказку последнее что я хочу вам показать уже это тоже во всех роликах я говорю есть параллельно пересекается я вам только что такую картинку нарисовал на паузу видео поставил еще раз объясняю вот райская вот райлиния мир делится до внизу от круги ада вверху круги и царство небесного очень важно царство любви тут почему-то с такими текстами писался но здесь царство любви хотел написать ну вот я написал вот у нас царство любви и разные высота да вот если человек злой негодяй вас убивает я ответе как съемки какие рисуют детские картинки такие да ну нет мне возможность супер видеографику какую-нибудь заказать там да вот на пальцах объясняю если вы позволяете себя убить вы сразу куда попадаете не давайте не так давайте плохой вариант как всегда рассмотрим если вы как раз берете в ответ и убиваете этого полагаете жизнь свою тут надо было про знаете тут вот кого-нибудь надо было нарисовать сейчас я все вот перерисовал чуть-чуть вот сзади человечек желтенький святой ваша жена дети мама папа любящие вас и такой сердечко между вами такая вот любовь да а вот на вас нападают вы защищаете полагая жизнь свою только возвращаете как у вас у самих пушечка тут или сабелька такая и вы что кия рубите его и все что вы делаете вы его как видите грешникам все места в аду там бог с ними будет разбираться бог с ними не будет разбираться вы его туда отправили вы куда вы сами идете туда же к ним за ручку из ада выходит я вся групп по парам тот кто против кого согрешает этот против кого согрешает если он не прощает этого человека вот отсюда если два злодея 6 сказал сегодня прощается и вам не прощено будет вот отсюда по парам выходит есть другая ситуация вас есть выбор уж вы сами отправили это и и и сам как убийца туда отправился нет никакой человек убийца не никакой убийцы вернее павел говорил не наследует царство божье это очень важно понять и для вас есть второй вариант всегда что делаем выбираем желтенькую я не зря вас нарисовал человечка ну или меня сереньким таким это рай я зла еще не делаю добра никакого не сделал жизнь это наша жизнь от первых песен творение всего мироздания бог создал да что это школа жизни мой этап куда я определюсь другой вопрос я себя отдаю чё с этим будет человеком с любящим меня у него тот же самый выбор будет точно такой же он встает на мое место вот сюда уж меня уже нету все и он будет решать делать свой выбор каждый будет отвечать за себя каждый получит достойные по делам ваша жена ваши дети ваши родители ваши друзья ваши соработники соседи любящие вас каждый туда никто ни за кого не входит никто ни за кого никакие грехи взять не мог ты ник не какими добродетелями поделиться каждый получает то что он заслушивает об этом иисус говорил постоянно извращение протестантские православные якобы можно там спастись верою достигнуть не без совершенства любви или плакал поплакав под попик по попкику раз два три под полотенчиком у попика по-другому скажу так не склоняется под попив поповским полотенчиком да по-другому я так никогда не говорю вот туда не входит туда входит делами любви которые стали в которые являют вашу сущность это если ты себя отдал кто за тобой это будет его определиться как перед тем более если вы были вместе друг другу назидали и ваши дети там уже может быть подростки в курсе того как туда входит для них никакого труда не составит туда отправиться не для ваших родителей для ваших друзей если ты себя отдал куда ты ты не умираешь ты куда отправляешься сразу туда до за тот стол за тот пир о котором говорил иисус допить новое вино в царстве небесном любви иисуса христа а этот человек может оказаться где он может завтра стать сейчас мод ластик возьмем он становится уже на это же место серенький ну ладно я это не так но вы поняли уже это чудо до становится куда уже он когда он убил становится здесь здесь появляется новый злодей уже если он продолжит свою жизнь на каждого лом нет против лома нет приема пока нет другого лома какого с гранаты тут даже и все этот уже становится в виде серенького человечка вот уже на это место он попадает до этого пытается убить и у него свой выбор поэтому вы туда отправились а ему дали шанс с течением жизни вот она идет по раю определяясь каждый момент жизни наш это определение между добром и злом поэтому когда вы себя принесли в жертву и не зря ролик назвал самого пожертвование до чем и говорил иисус тогда до любя врагов принося себя им в жертву являем любовь чтобы исполнить слова и иоанна богослова деятельно в своей жизни что мы познали любовь божью в том что он положил для нас там тоже перевозил иисус не за нас там что-то да там искупить грехи ради нас ради примера он и положил чтобы я увидел это мы видим и ничего не понимаем читаем евангелие ничего не уразумеваем как иисус говорил а мы увидели узрели услышали как он это сделал и у нас открылось сердце мы поняли что бог есть любовь и мы поняли что таким образом не убивая отдавая этому грешнику шанс я что делаю я явил и люблю любовь ко всем я явил в себе и раскрыл я и себя убедил бог убеждать не надо я сам понял что я когда я почему туда отправился то потому что я стал как бог я не хочу смерти грешника но хочу чтобы он жив был что он покаялся и жив был идя по дороге жизни поэтому я отдаю себе сам отправляю в рай а есть надежда что он живя в этой жизни покаяться встанет на мое место и поступит также все все очень просто уже в каком-то кролике я тоже так не рисовал неких красивый схем не делал каждый раз приходится вот руки чуть малевать у меня планшета нет тем более как он такого как он там называется чтобы приходится мышка не очень удобно рукой то я конечно быстрее бы лучше все рисовал и нет у меня сзади знаете там это рисовалки какой-нибудь вот так вот все очень просто и понятно получается это просто выбор человека вот и все а причины не имеет значения я еще раз вам примеры жизни вот не зря так плейлист тот назвал это неважно кто-то убивает кто-то на костях предков дедов строит царство земной внуков возьмите любой строй что капитализм что социализм там неважно все это коммунизм все одно и то же там слова разные а смысл один и тот же да на костях предков построить якобы царство земное благое для внуков это и ничего у них не получается поэтому что делают всех оппозиционеров всех несогласных либо их жизнь превратить в ад просто поназывайте на агентами врагами народа просто их отовсюду стереть везде сделать изгоем либо лишить там имущество всего до денег невозможности работать здоровье из колошматев наняв кого-то у нас государство таким же террором занимается до этих людей там обливают красками зеленками и калечат запугивают на силу чуток не делают свободы все ради общего блага человек не может быть своему мнению человек свободен и право говорит то что все ради блага якобы какого-то там общество но вот этих вот закроем ну и конечная смерть когда режим там доходя совсем психоза да прямо убивают всех несогласных это касается мы видим государстве что такое гражданского общества назовем все то же самое в мире религий инквизиция была всегда во все времена и до христа моисей тому пример да как устраивал и гражданский религиозный геноцид в своем собственном народе убивая за гражданские проступки так назовем и религиозные проступки все то же самое да да ну хорошо изнасиловал будь побит камнями до дрова собрал в субботу тоже будь мертвым то есть и такой такой устраивает террор да вот грех-то грех так ты скажи обличи ты не можешь человека лишать жизни все на все очень узко разбираем положить душу да то есть убить или забрать или отдать свою жизнь вот и все то же самое в религиозном то же самое государственным все одно и то же все абсолютно везде одно и то же и инквизиции все творили так называем православные католики и протестанты все то же самое если перемешку я говорю кто смотрел ролик тут все знает вот который я показывал а там еще не один записал и прогуни уродивого вот это вообще дно ада там да вот так вот и все прикрываются этими подобными фразами или еще чем-то да это не евангелие это не истина это никакая не любовь я надеюсь это двух с половиной часов у ролик многим открыл эти вещи кто-то утвердился кто просто уже меня слушает просто так уже все поняв все осознав и живя просто так для удовольствия как я кого-то там что-то слушаю как мы слушаем музыку нам любимую вот так вот поэтому естественно все это если ты раскрылся любовь если понял что мир это всеобщее мироздание это все божье творение если стал богом любовью ты ты точно так как бог то что на его место встал а он в тебе ты в нем вы все одно ты понимаешь что каждый как ударенной человек не был я хоть внешне обличаю всех этих гундяевых путиных вы думаете их ненавижу не я думаете желаем смерти нет я желаем покаяния именно поэтому я их обличаю именно поэтому и когда они покаяться иисус когда-то сказал великолепную фразу кому много прощается тут много любит это действительно так чем глубокой дерьмо ты залез когда-то оттуда выбираешься до жизнь кажется прекрасней здесь тоже самое действительно так и мы все это на своей жизни проходили чем больше ты против кого-то согрешил если человек явил тебе любовь простив тебя более того любя любя тебя после того что ты ему сделал ты у тебя будет сердце разрываться от любви куча когда-то искренне к этому придешь конечно же вот тоже когда тебя любит за добро да когда тебя любит зазу после зла твоими содеянного да вот не вспоминают тебе принимают тебя и ты меняешься реально что такое покаяние ты больше такого никогда не делаешь царство любви может войти каждый даже сущий грешник даже сам дьявол и люцифер когда раскается искренне раскается коты табу себе положишь на творение зла и будешь стремиться у тебя это будет разрывать тебя просто от желания творения добра всем дарить счастье и радостью с какие-то удовольствия и наслаждения вот так вот когда ты все поймешь ты перестанешь то что я делаю хмурое лицо я говорю то есть так как и руках как иисус интересно меня с гневом написано обличал их там до сожжи скорби об ожесточении их сердце внутри я скорблю внешне я как иисус с гневом смотрю делаю юродствую конечно что делать а по-другому не понимает почему употреблять слова идиот они конечно отражают сущность но они хоть как-то цепляет хоть что-то и хоть что-то в человеке он хоть будет понимать кто он есть хотят просто оговорение правда как иисус говорил это не оскорбление я не позволяю себе никого просто оскорблять это их не дела в них свидетельствует я просто говорю правду это очень важно понимать вот и все почему я делаю потому что люблю хочу чтоб все покалить чтобы на земле я уж тем более в царстве небесном земле не было этого зла хоть я знаю что до конца времена это невозможно но я делаю я стараюсь что в царстве небесном так именно и будет не будет ничего такого зла и что нет больше радости у ангелов на небесах а мы все будем как сказал как ангел весах об одном грешники кающимся тема тысячи праведник которые уже все там и все хорошо тот кто любит он не может насытиться не количеством любви ему неважно что там будет миллионами праведников и сам бог иисус христос он все равно будет рад очередному кающим грешникам которые за да поднимется в небесное царство вот так вот вот такой вот ролик вот вот этого мы все должны достигнуть если вы этому противитесь просто не достигнете вы можете конечно надувать щеки и спускать пену да в комментариях ничего доказывать в личке что вот я такой я не прав да нет любовь да вот я свою женушку люблю да ты да что это такое у меня такой это я вот этот проект к интернему какой-то опять писали ты все что жену будет носил бы смотреть нет не буду нет закрой ее своя не дам насиловать но я убивать никого не буду отталкивать я вот так ему упрусь в душу схвачу и все что угодно им просто меня просто задушить придется других вариант смотрите угол творишь нет не буду вот насколько это извращенное все понимаете я ролик пишу об одном говорю все время о жертвенной активной любви что ты защищаешь то что детей своих не буду будешь да вот так схвачу и все уже я вам их не отдам все импредит просто меня задолбить вот до смерти детей своих я успею я бы успел воспитать к любому возрасту чтобы они понимали что такое смерть что не существует что такое любовь я бы успел если это трех-четырех двухлетний ребенок он вообще ничего не понимает то как животные мне приятно смотреть как любое животное там под машину попала там на моих глазах собака там все скулит да я конечно весь истекаю да но это пятиминутные страдания иисус правильно сказал пять-десять сколько это не длилось иисуса сутками он избивали это закончится все это экзамен да он тяжелый да он тяжелый но что иисус сказал когда если вы знали что нас ждет павел то же самое потом говорил вы вы все это почти за счету вы сейчас не воспринимать мои слова просто потому что вы не верите вы не представляете что бог уготовил любящим его а сегодня мы выяснили что такое настоящая любовь и как ее проявить любящими его кто любит его соблюдает заповеди а заповедь его то чтобы мы любили друг друга и эту любовь не просто мы проявляли не убивая других не только в любви к своей жене к детям когда ты поймешь что все мироздание одинаково то ты не сможешь из двух своих ссорящихся друзей даже не друзей что вдруг из какой-то вас или 2 губ компаники собрались один там пригласила одни друзья института как я делал там и тут же меня банда собралась друзей детства на моих тусовках никто не позволял но там знаю мой авторитет до тоже до я бы сказал быстро как за кады по мне такого никогда не буду знали что плохо кончится я там сам всем накостыляют от обоих вот но допустим такой ну при мне такой был когда я был в роли там грубая не вне не того кто созвал а где-то так появлялся ну как знаете свадьбы без драки деньги на ветер до свадьбы там неизвестно кто родственники роль собираются вот когда ты это поймешь ты не будешь там биться за своего друга ты будешь разнимать все пусть просто так ты пассивным нет не должен быть разнимать да кто знает я активно выступая против войны против любого насилия против коррупции тоже зло против людей бабушек грабит пенсии многодетных и так далее коррупции не просто когда думает ерунда там где чиновник ворует не этот зло против людей вот я за все топлю все пытаюсь обличить предотвратить чем могу таким образом влиять на все это разве это похоже на пассивность разве я не защищаю разве не приношу мне за это пролетает прилетает чем кончится это вот на ваших глазах живу 40 лет без полгода но сейчас мне я меда на вас в глазах уже сколько живу чем все закончится моя жизнь я знать не знаю но я знаю точно что я хочу сдать экзамен на отлично достигнув совершенства любви и и в это в своих поступках я хочу явить христа не на пуни как все только бумажки читают и на него отсылает свой ну-ка вот он за ой какой бог а все забываются он сказал что кто-нибудь кто идет за мной не несет креста своего вот не мой ученик да я хочу явить по духу по плоти хочу нет плоть плоть моя бунту это читаешь как им был бунтовал иисуса в саду кто хочет все это испытывать кто хочет сидеть за правду кто хочет быть лишенным всего за правду кто хочет быть избитым за правду кто хочет лишиться так называемой этой самой жизни ну как бы каю моя жизнь смерть первой ретенции понятно ну как говорится кто этого хочет в принципе потому что здесь может тоже светить кому-то действительно нужен кто-то тебя любит ты понимаешь что дело служения она в этом и заключается потом понимаешь парадокс да а на место твое вырастет другой грим тебя убьют а еще такое появится истину убить невозможно иисус убили он не остался здесь на земле сам про поэтому сказал вы идите вы поступать также я-то за вас экзамены сдавать не буду да я вас научил как учитель словом и делом идите давайте учитесь и сдавайте все так что от принятия этого то что я вам все это говорю это не почему я все это говорю обличаю и даже вот так вот те кто якобы колеблется я же вам счастья желаю туда войдут только такие именно с такими людьми счастье быть с грешниками ты счастлив не будешь мы здесь вот мы здесь живем с кругу грешников как мы живем только и трясешься как кто где за углом треснет об воруют до изнасилуют посадят разве это жизнь мы живем в вечных страхах там такого не будет так чтоб там такие были я бы достоин того чтобы там с такими быть и естественно других быть не может тогда это царство небесное любви опять в ад превратится туда входит ток святый достигните этой святости вот и все это очень просто не зря в писании и бог сказал иго мое благо и бремя легко и заповеди мои не тяжкие все эти бредни религиозников православных которые протестанты что звятость недостижима не поверь я имею ввиду это все чепуха вот это по делам это все бредни религиозников детей дьявола иисус бы не говорил не призывался бы было невозможно исполнить никому не делать зла и сколько можно делать добра вплоть до жертвенной любви это возможно это возможно и того соскал это необходимо этого достигнуть и ведь это в мире чего его всем и желаю ну а кому нравится мое видео ставьте лайки и помогает продвижению роликов они лучше ранжируется в ю тубе подписывайтесь на канал кто впервые на него попал и не подписался жмите на колокольчик будете получать уведомления о новых видео пишите комментарии я все читаю как видите на вопросы какие важные считаю нужным или имею вдохновение отвечаю как могу все тексты все что есть есть на моем сайте христалюб.ру ну или христалюб.рф по-русски можете набрать там все найдете что я сегодня показывал на этом все я с вами прощаюсь до встречи в следующих видео